сейчас играть сейчас без звуков можно лучше иди к Егорову и там не мешай и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 да мы готовы ну хорошо тогда мария котова нин ковалевская маша будет на варгане не на как этот инструмент называется как да ну давай немного расскажи я думаю вы это может быть и в курсе но этот эфир многие зрители и слушатели вернее слушатели могут быть слушают хорошо я расскажу как конечно этот инструмент сделали около 15 лет назад швейцарии вот целое поколение людей его изобретала то есть бабушки и дети и внуки в течение около 10 лет они его изобретали изучая тибетские чаши и другие металлические инструменты этнические в том числе и вот изобрели это считается самым современным инструментом новее его пока что ничего нет гармонию и если на нем начал играть и точно выжить гармонические звуки но он обладает большим потенциалом плане того что гармония которая развивает она становится просто хорошо девушки давайте все-таки мы с концертом живым подождите возьмем паузу все-таки но она уж она торопится и надо будет раньше отключаться я я я услышу а нож у тебя есть еще время что у тебя время еще быть на связи у меня да не я одна и очень плохо слышно ваши голоса просто обрываются только некоторые фразы вот так понятно 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 девушки соединились вот я тогда хорошо было так я им тогда попозже перезвоню сейчас вдвоем здесь вадим тачаров один ты здесь да ну давайте я нам все-таки еще что-то запущу вот потом еще раз за тележью я просто думаю что поставить такого поинтереснее поинтереснее вот у нас песня можно сказать определяющая прошедший год группы телом из города рига называется она карантин вот так Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 занимаешься чем-то другим рисуешь картины я рисую на шкатулках армянские манускрипты узоры все я не считаю творчество я просто устал вот картины рисовать начало что там другое прикладное нормально нормально я тут три года не фотографировала сейчас в общем то очень даже фотографирую рисую мало поэтому ну иногда надо переключаться конечно вот иногда надо менять пластинку не гнать одну и ту же песню подряд чтобы было разнообразие мы с вадимом конечно тебя очень плохо слышно ты опять пропадаешь ну чуть-чуть погромче стало да ну к сожалению такая связь вадим а ты сейчас активно же рисуешь да да я рисую сейчас сейчас не показываю пока а то есть у тебя копится там целая это как говорится коллекция так ну давайте тогда следующий трек все-таки пусть это у нас совсем разговорный эфир получается мы все таки что-то такое должны поставить чтобы разогреться и собственно наш главный герой александр зеленек он очень много музыки сочиняет последнее время где это я как вот опять же давайте я еще раз за тележу то что было не слышно вот будет очень много сегодня музыки которые в общем-то в рабочем еще состоянии находится готовится поэтому в этом отношении очень уникальный эфир будут какие-то редкие треки от некоторых музыкантов буквально по одному но они прислали огромное огромное им спасибо вот неделю целую неделю готовил этот эфир совсем списывался да кто-то не сможет ну что делать кто-то даже но это будет сюрприз где-то в 2345 конечно просто подсоединяйтесь но кафе через youtube и вы его услышите вот будет интересно сейчас мы продолжаем и что еще хочется сказать опять же вот это не прозвучало я занимаюсь уже этим почти полтора года и в общем то даже особо никогда ну поначалу вернее просил там лайки еще что там потом понял что пока все сыро но сейчас он наконец-то у меня более-менее нормальная особенно когда делаешь короткие там передачи вот мы сегодня сегодня новый год сегодня можно чуть-чуть по ошибаться но все равно буду стараться поэтому у меня тоже просьба с такая новогодняя если кто-то мне что-то переведет на карточке сбербанка или ботинку в банка это если за границы вот то они написаны под этим видео я буду очень признателен и уже вот я говорил два человека мне перевели отдельно им спасибо это и максим гербинович и александр евгеньевич который я думаю сейчас нас слышит также ну патроны моего эфира как всегда шины волынский григорий громов и чтобы я без них делал как говорится вот и отчасти благодаря им этот эфир также состоялся у меня есть возможность спокойно тут значит попозже конечно сделаю кофе очень даже хорошо буду продолжать его а сейчас я все-таки думаю на пора поставить очередной трек это будет александр зеленюк это будет с не очень благозвучным названием композиция паранедальной сортирует надо маленечко ожить это и дело в том что она ну в общем то это альтернативная версия я думаю ну а ей будет сингл плать ближайшее время и планируем выпустить а это альтернативная версия которая может быть и войдет какой-то альбом а может быть нет но здесь она сейчас прозвучит и так александр зеленюк и такая жуткая веселая стёбная песня а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok я попробую сейчас добавить еще раз ануш альберт через контакт но тогда конечно вадима вообще будет на какой-то момент не слышно а потом но может быть даже придется перезагрузиться ну что делать потому что мне не хочется чтобы ну ее совсем а нож да вот тебя отлично слышно ну к сожалению да придется чуть-чуть пожертвовать вадимом но я не мог этого допустить чтобы тебя не было в эфире еще когда хорошо слышно это здорово я очень рад пока что отключу контакт чтобы никто не позвонил спасибо паша дару вадим ты наш слышишь давно также осталось нет нормально работает здорово здорово замечательно у нас сануж был очень классный эфир и иступление кривизны кажется так называлась можно найти на моем канале и там ее все работы замечательные а нужд пока опять не пропала связь закончена время я поздравляю тебя с новым годом желаю всех с новым годом поздравляю всю армению и хочу пожелать чтобы как же это сформулировать то лучше чтобы не было войны это само собой но более поэтично чтобы армении не было друзей от которых ну только ну ты понимаешь что у нас были верные друзья да вот это важно на самом деле я думаю те кто в армении сейчас нас слышит и ты тоже передашь эти слова это достаточно важно надо оставайся я тоже поздравляю всех я хочу тоже поздравить ты поздравляешь всех кто сейчас слушает на стриме поздравляю с наступающим новым годом хочу чтобы был более артистичным искусство начали более но заняла свое место более я забыла русский язык говори на английском на армянском вадим тебя сразу не важно чтобы свое достойное место заняла искусство чтобы люди искусство могли жить достойно так как они заслуживают я хочу всех поздравить пожелать чтобы с на час до старого года вот все это вот было и чтобы был мир да я еще хочу но это конечно же никакие планы вообще никаких планов нельзя строить в наступающем году но могут быть намерения и такое намерение есть небольшой перформанс уже не в ереване а в том городе зеленым куда ты переезжаешь я думаю обсудим чуть-чуть попозже может быть даже у нас что-то не получится это будет классный у тебя это коллекция моих а у меня будет да 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 но я и сейчас вот я не знаю про этот город ничего я в первый раз поехала туда но решила там не понравилось я решила обследовать то есть я сейчас здесь ереване но уже в январе поедем туда я не знаю что там них галереи есть галереи нет но то что там ничего нет это тоже хорошо можно что-то создать то есть нужно можно найти место но там город который советский был индустриальный там очень много заброшенных мест которые могут стать местом где и художники собираются то есть можно создать сами вот я вот у меня такие один город художник очень хочет тоже тебе туда очень приехать и может быть даже однажды доедет если сложится обстоятельства ну и конечно будут приложены к этому усилию и тогда мы встретимся конечно если получится то уже все кто хочет уже к тебе все художники которые хотят путешествовать и выставляться можно будет организовать не только для одного художника можно будет уже до всех еще я же не приехать посмотреть то в армении очень красивый может быть там понравится настолько что я там даже может быть и останусь приезжают и остаются тоже потому что здесь очень много из россии конкретно из россии приезжают и остаются тут и потому что в деревнях там даже покупает дома одна женщина купила дом живет сейчас деревне из москвы вообще красиво конечно везде это часто от людей зависит это как они относятся к тому как это вокруг опять же если уж войне идет речь чем ее меньше тем вокруг все больше расцветает но к сожалению такого природа человека вот с которой нужно где будет что будет может быть война здесь войны не будет где-то в другом месте все не такой эфир и даже сегодня не удалось этого избежать один день маленьком и все-таки должны это я счастье подумать а нужно большое спасибо если хочешь на связи вот то что три грамме собственно никто мне особо больше не позвонит это а я буду дальше вести эфир с другими гостями если захочешь что-то сказать конечно вступая беседу а я попытаюсь все-таки наконец-то с вадимом поболтать вадим хорошо я послужил один пожалуйста говори погромче потому что ну вот она такая классная я тебя в один вообще не слышно картина у вас в обоих обалденные когда я увидел картина нож когда увидел картину вадима сразу понял да вот это настоящий это не проходной художник очень интересные свои со своим лицом вот и все еще не такие необычные тоже спасибо опять же чату что вы пишете я все-таки попробую андрею стефинова дозвониться так может быть попытаться через фейсбук сейчас дмитрий да я я сейчас отключусь потомка может быть потом снова хорошо только лучше пиши а то получишь что во время музыки этого я напишу да все давай пока пока до встречи у нас вадим а ты здесь хорошо а я обдумал связь оборвалась мы с тобой вдвоем в эфире ну давай может быть то тоже что-то такое сейчас важное классное или давай наверно все-таки музыку послушаем потому что у нас там какой-то выход был сортир но я понимаю воде вадима очень но стебный на самом деле смешные работы это ирония обалденная у меня есть его я знаете сейчас классная вещь расскажу у меня есть его три картина мне прислал я никогда нигде такого не видел во первых ну то как это исполнено как подписано эти доски натянуты вот этот резиновый мешок на нем это классно когда у человека своя техника уникальная вот поэтому если кому нужна и необычная классная вообще такая коллекционная картинка конечно же к вадиму тельчарова тем более что в общем то с ним можно договориться и вполне себе об адекватной стоимости но это наверное отдельно осенью до сегодня мы всех будем хвалить потому что все классные плохих здесь нет сейчас я все-таки поставлю но у нас два синий герой александр зеленюк и иван розмаинский сейчас в общем то конечно выходит альбом розмаинского сольный фортепьянный но мы попозже послушаем его основная группа роз виталис я сейчас отключу это очень тем более просто сортир от песню самая подходящая зов как blue call of blue birds вот не та ночь она перевела ну синий зов синих птиц по-моему так это одного из ранних альбомов развитались я раньше в эфира включал очень совершенно замечательная песня поехали и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 как в эгоизме такой, что я там и моя подружка, то есть я подружка все. Я хочу вот в целом мир видеть, ощущать, не хочу изолироваться в своей семье или в своих только отношениях с подружкой. Вот это вот важно. Ну что, желаю всем такого же, так же здорово, чтобы было интересно. И даже лучше. Да, и пусть даже лучше. Да, и запросто пускай. Да, пусть солнечно, как у вас там, у нас тут хмурая северная страна, и Питер еще будет сегодня после полуночи, Розманинский будет обязательно, вот, и в 18.00 будет Александр Скоробогатов. Да много сегодня еще гостей, и сейчас я очередному из них буду звонить, самому Александру Зеленяку. Один, спасибо. Да, большое спасибо, Вадим, что терпеливо ждал вот это время тут, пока, ну, мы налаживали. А как тебе было? Там все терпеть было. Да? Что-то было терпеть надо, все интересно было, я спокойно, я с радостью был. Нет, я как ведущий просто очень волнуюсь, важно, качественно, вот, ну, накосячил вначале, ну, ничего страшного. Вот, а дело в том, что это был второй радиоэфир, как вы видите, номер два, и был просто большой, главный радиоэфир, и только один человек, Вадим Тричаров, не смог тогда выйти на связь, в общем-то, мы уже разобрались за полгода, в чем дело, и сейчас вот эту ошибку исправить важна, в общем-то, ну, не ошибка, важна реакция на нее и умение это исправить. Да, да, все хорошо. Да, еще одно из пожеланий, если даже какие-то случаются досадные вещи, просто надо их исправлять, и тогда будет все супер, а я сейчас попытаюсь дозвониться Александру Зеленюку, и мы будем двигаться дальше, Вадим, пока-пока, счастливо. Счастливо, всем здоровья, всем здоровья, да, пока. Пока-пока. Закрыть, набираю, так, Александр Зеленюк, вот, мы ему звоним. Ждем, 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 и надеюсь, сейчас подымет трубку. Саша, а, Саша, я думаю, отключают YouTube, скорее всего, чтобы не было обратной связи, и тогда уже, как говорится, так, а кто у нас еще должен появиться в 17.00? Ольга Ланграшвили. Давайте-ка и сразу и по Фейсбуку попытаемся дозвониться. Так. Ну, пока не отвечают, но тут появился тоже один очень интересный человек, если он сейчас подымет трубку, я попробую ему дозвониться. Алло, Саша? А ты мне на Facebook звонишь, что ли? Нет, я тебе звоню ВКонтакте, и мы тебя слышим, пожалуйста, говори погромче. Алло, проверка связи, звук, ну, ноты, ноты изобразить. Я могу ответить, не пойму, где звонишь. Так у тебя, ну, давай по-новой перезвонимся. Саша, отключи YouTube, пошла обратная связь. Выключи звук на YouTube. Не пойму, где звонишь. Алло, Саша? Алло. А, ты звонишь. Так, Миша, привет. Привет, я потом витаю. Да, Миша, ты в прямом эфире моего YouTube-канала, тебя весь мир сейчас слышит. Это главный радиоэфир, и мы сейчас в эфире такой неожиданный гость. Так, я, Саша, пока отключу, потому что обратная связь. Контакт отключаем. Вот с нами Михаил Горин. Я правильно, да, произношу? Так, так, так. Да, пожалуйста, чуть-чуть погромче, чтобы тебя слышали. А ты сейчас в каком-то польском городе находишься? Так, около цех Катовицы. Ага, хорошо. Вот с нами пять зрителей. Я представляю Михаил Горин, Украина. Но сейчас он в Польше. И этот человек, в общем-то, поклонник искусства, потому что, в общем-то, мы сколько угодно художники можем вариться во всем этом, но без поклонников искусства, без тех, кто нас поддерживает и превратает наши картины, в общем-то, мы не так многого будем стоить, как говорится. Ну, может быть, самую малость. А когда мы все вместе, это классно. Вот, Михаил, мы сейчас быстро-быстро, потому что гостей много. И я от всех художников, от музыкантов и актеров я поздравляю тебя. Божаю. Так, да, по-моему, по-украински будет? Так, так. Да, с Новым Святым. Вот, уже почти выучил, скоро, как говорится. Запросто буду размовлять. Желаю, конечно, бодрости духа, позитивного настроя, отменного здоровья. Ну, и всего, чего ты сам-то пожелаешь. Я думаю, ты тоже сейчас что-то скажешь для слушателей канала, потому что это все-таки подкаст, видео здесь нет никакого. А потом, может быть, если даже захочешь, ну, сам зайдешь, еще что-то в чат напишешь. Пожалуйста. Вітаю всех, всех с наступающим Новым Роком. Бажаю, чтобы все творчие люди завжди мали свою музу, чтобы их никогда не залишало, чтобы была особа, яка надыхает до творчества. Ну, и, ну, самое главное, это здоровье. Будет здоровье и энергии, энергии, чтобы было, звездки, скажем, черпать новые идеи до своих, ну, до твоих картин, кого-то, до музыки, до творения, если там композиторы есть. Ну, и трошки по-польскому. Всего наиболее всего в Новом Роке. Спасибо. Ну, и что еще хочу сказать? У нас вот была художница из Армении, и деваться некуда, это тема войны никуда не девается, конечно, и тоже хочется сказать, чтобы все-таки, ну, войска разошлись там на этой восточной или западной границе, ну, смотря с какой стороны смотреть. Вот, это тоже одно, ну, из пожеланий этого года, потому что вот это уже точно никому не нужно. Вот, ну, а с мелочами-то мы разберемся. Мыру, мыру и добра. Да. Спасибо, большое спасибо. Дякую за длинок. Сперва на играх чего. Ага, все, счастливо. Удачи. Не включайся. Вот такой был тоже неожиданный гость. Так, давайте, наверное, все-таки я еще раз попробую Сашу Зеленику дозвониться. И надеюсь, он отключит все-таки YouTube-канал, чтобы не было слышно. Вот, и у нас вместо музыкального канала сегодня такое очень-то мощное общение происходит. Саша, ты отключил YouTube, надеюсь? Да, все отключено. А что слышно там? Нет, слышно тебя только. Да, хорошо, ты в прямом эфире. Вот так вот и оставайся. А я... Давай, ладно, сейчас запустим все-таки какую-то музычку, потому что давно ее не было. Вот. Что же мы будем слушать в этот раз? Пора, наверное, встряхнуться как-то. Я же видится, есть такой Павел Карачин, который сегодня вот не смог участвовать. Многие сегодня не смогли, ну, потому что там что-то... Обратно все равно какая-то связь идет. Вот. Поэтому с альбома уже предпоследнего Вавилона у Паши вышел новый альбом. Есть в его группе, конечно же. Заходите туда и слушайте. Сам я еще не слышал, физически не было времени. Готовил целую неделю. Вот. Но есть вот эти... Многие его хиты. Сегодня некоторые мы из них услышим. И даже будет гитарист Александр Дороньев. Попозже, часов 8. Вот. А Карачин просто будет в записи. Самое-самое лучшее. То, что уже даже звучало у меня на канале. Вот. А сейчас с альбома как раз он был он. Двоичный код. Ну, надо немного оживить эфир. Хотя, ну, он у меня задуман сегодня все-таки не очень громкий. Но иногда такие люди, как Карачин, не дают нам заснуть. И правильно делают. Примета на века дана. Жесток закон. Захлестывает, как волна. Летит вдогон. Подобно смерчу на крылах. Бессильных душ. Его собой питает страх. И воли сушь. Страдает вялый индивид От разных нужд. Им испокон руководит Хозяйский кмут. Но сущность серая горда Не превозмочь Особо в смутные года Напев точь-в-точь. Среди гиен и воронья Триумфа тьмы Тот, кто сказать не может я Глаголит мы В безликом немощном строю В бруске летом Им проще значимость свою Признать гуртом Под флагом мы Из тысячи ртов Сподручнее лгать Искать виновных и врагов И погибать Бояться верить и просить Лапзать пету В навозной жиже хоронить Свою мечту Для мы Обыденный Недуг Чумная страсть В отсутствие своих заслуг Чужие красть И лютой злоба не тая Почтут за честь Гнобить в корню Любое я Какое есть Всегда за нравственность Горой Стоят скопцы Кипящей едкою слюной Плюют глупцы На я Что не желает лезть В котла общак В ком мысли Соль и стержень есть Системы брак Той, что от власти Одурев По трупам прет Превознося Средь прочих скреп Двоичный код Абсурдных правил Монолит Нелепый миф На единицы и нули Людей разбив Мы-мы Мочит дремучий скот Сквозь частокол А стадо зорко стережет Коварный волк Ехидный Затаив оскал Скоту судья Он к мы И близко не стоял Он только я Науку вряд ли проведешь Гурьба гурьбой А ноль, как ты его не множь До смерти ноль Друг другу прибавлять ничто Пустая блашь Пропустит воду решето Уйдет кураж Завянет жалкий пустоцвет Толпы помет Один пришел на этот свет Один умрет И истина откроет дверь Причина бед Прожорливый Тлетворный зверь В самом себе Взывать кругом Напрасный труд Один обмяк Другие мы Вперед идут Чеканя шаг Павел Карачин Двоичный кот Альбом Вавилон Павел сегодня еще будет А может быть даже и сам будет Кто знает, кто знает А я сейчас Саша Зеленюк с нами на связи Саша Есть, Александр Отлично, отлично Мы сейчас попробуем Позвонить в город Рыбинск Ольге Лонграшвили Должны были позвонить еще В пять часов И Матвей Лошаков Если слышишь нас Отключай Пожалуйста Звук в Ютюбе Включай Ватсап У меня включено Я тебе наберу через полминуты Минуту Но чтобы не было обратной связи А пока буду звонить в Рыбинск Саня, как там погода у вас сегодня? Прекрасно Да, хорошо Да, у нас Говори, говори Нормально тут Да Да, Саша сегодня не только Ну, он музыкант Он мой соведущий И вообще мы сегодня Расскажем много о нашем проекте Оля Добрый вечер Оля Лонграшвили из города Рыбинск С нами в прямом эфире И конечно же Мы все вместе Поздравляем с наступающим Желаем бодрости Духа Одно и то же Повторяю, конечно Ну что делать Настроение И конечно же Отменного здоровья Это важно Оля, как слышно? Хорошо слышно Всем наступающим Всем счастья Наступаю Саша, пожалуйста Не перебивай Оль Все, можно продолжать Ну что я Что я должна сказать? Ну Я сейчас еще раз представлю Потому что я только назвал по имени И фамилию Ольга Мы уже сегодня про Грузию говорили Еще в 7 часов будет туда Непосредственно звонок И Оля тоже родилась в Тбилиси И тоже из Грузии И она писатель, сатирик Она художник, сатирик И она таролог И что же? Может быть таролог К нам что-то такое Совсем особенное скажет Ну А может быть и нет Потому что Иногда Таро требует тишины Будучи И я и сам Как говорится Тоже в этой масти Можно сказать Нахожусь Поэтому Можно сказать Все что угодно Можно просто рассказать О том Какой Ну сегодня Был классный день Или какой был классный день Вчера Ну день сегодня Да Был классный сегодня день И вчера был классный день Мы наконец получили Разрешение на временное проживание Которые Семь месяцев Бегали по всяким Инстанциям С документами Ну это Как бы Мое личное Это никого Наверное Не интересует Важно Что у тебя Просто есть По этому поводу Хорошее настроение Да Хорошее настроение Конечно есть Я хочу Сказать Что 22 год Он будет Ну вот Как предсказание Торологическое Он будет Неоднозначный Потому что Чаша народного терпения Потихоньку Переполняется И если Начнутся еще Новые какие-то Ковидные Ограничения Начнут Ну это Начнется точно Они Захотят Привить всех Даже Маленьких Детей Будут Всем навязывать Эти прививки От которых Никакого толку Нет Потому что Я Делала И прививку Делала И два раза Переполела Это то же самое Что делать Прививку От гриппа Все время Будут появляться Новые Новые штаммы У них букв Алфавитов Не хватит На этих штаммов Но на самом деле Болезнь Это не настолько Опасна Насколько Ее нам Пытаются Несмотря на Праздничный эфир У нас постоянно Все эти темы Всплывают Ну что делать Это реальность От нее Деваться некуда И я более Скажу зрителям Есть на Моем Основном Канале На новом 16 на 4 Ролик 16 на 4 Вернее Я еще не публиковал Только на основном Эсхатологе осени Где мы Вместе Пять Торологов Ну мистиков Торологов Вернее Там Три с половиной Потому что Волынский Тоже Он как-то Проближается Патрон нашего эфира Оль Лунграшвили Александр Винсон Который Совершенно Не может Сегодня выйти На связь Мы проверяли Каждый Вытягивали карту И в общем-то Я считаю Что это Симметричный Необычный Расклад Он как раз Тоже говорит О том Что сейчас Нам говорит Оля Ну вот что Я хочу еще сказать Ну Надо все-таки Оптимистично Смотреть В будущее Как мы себя Запрограммируем Так оно и все Будет идти Несмотря Ни на какие Вот эти Вот События Которые Конечно же Будут И На самом деле Не надо бояться Ковида Ни в коем случае Не надо Это такой же Грипп Как и обычный Грипп И мы Все жизнями Болели В детстве Во взрослом виде Еще будем болеть Так что Просто не надо На это обращать Такое внимание И заострять Внимание И Я думаю Будут какие-то Новые штаммы Которые Может быть Дадут Более Такой Иммунитет Более Крепкий Мне кажется Прививки Никакого Иммунитета На самом деле Не дают Вот Ну при этом Хочу сказать Не нужно строить Радужных планов И вообще Не надо План строить В доступающем году А только Могут быть И об этом Даже будет У меня Афир Через неделю Новые намерения Вот И то есть Реалистичнее Смотреть Конечно же На жизнь Заниматься Спортом Следить За здоровьем Это тоже Важно То есть Это более Надежная Прививка Свежий Лесной воздух Или там Речная вода В Рыбинском Водохранилище Очень мощная волна Я купался Однажды Там тоже был Со мной Мистический случай Ну Наверное Многие Особенно Кто близко Меня знают Что я На левой руке Нашу Золотой перстень С черным агатом И я В общем-то Полез вместе с ним В воду А когда подымался Там же Бетонные блоки С железками Зацепился И он у меня Слетел Волна была Достаточно мощная Я понял Что в общем-то Все Я его конечно же Потерял Ну думаю Попробую найти И там Получилось Достаточно Сказочная история Ну по-другому И быть-то Наверное Не могло Как всегда То есть Я достал Сперва Камень Со второго Раза Уже Это была Улитка Живая А с третьего Раза Все-таки Я нашел Как-то Это Вот так Это было Это где-то В нулевые Годы Я был Реально Такое Везение Да-да Ну и много Другого Происходит И тоже Будут Об этом Эфир Опять же Через неделю Расскажу Оля Опять же Такой вопрос А какие-то Выставки События Были Ну не считая Того что На моей выставке Собственно Ты выставлялась Нет Никаких Я Большую часть Года Я провела В Тбилиси Там еще Хуже Ограничения Там вообще Даже на улице Надо носить Маску Никакие Кафе Ни рестораны Никуда Попасть Нельзя Никакие Выставки Не проводятся Ничего Нет И даже Эти парки Некоторые Закрыты Вот Например На Амтацминде Самый знаменитый Парк развлечений То есть Там можно Конечно Погулять Но в маске И большинство Аттракционов Ну один раз Мы были Вообще Ни один Аттракцион Не работал А второй раз Мы были Там Ну так Выборочно Некоторые Работали Туристов Почти Никого Ну в общем Жизнь Замерла И я не знаю Так будет продолжаться Но я думаю Что просто Долго люди Так не выдержат Это нереально Так Ну что Мы тогда Будем двигаться Дальше Вот Есть еще гости Я тоже должен Позвонить И Мы Тоже Все Весь чат Мы тебя Поздравляем Желаем Что все Таки Во-первых Хорошо Что то Что вот Уже Все Изменилось Лучшую Сторону Ну и Дальше Тоже Вот этот 22 Год Это Синего Тигра Который 1 февраля На самом деле Наступают Вот Кажется Надо Аккуратнее Не дергать Его за усы Но при этом Быть Внимательным И В общем Все уже сказано Дима Я хочу еще раз Поздравить Тебя И всех Кто нас Слушает С наступающим Новым годом Советую Не падать Духом Не покоряться Всем этим Плохим Изменениям Идти к своим Целям Несмотря Ни на что Я надеюсь У нас еще Будут разные Эфиры И выставки Как-то Жизнь Уже Сдвинется С мест Да Эфиры Точно будут Ну сразу скажу 22 эфира По количеству Арканов С Савинсоном Вот пока Не сделаю Никаких других Это именно Таро Какие-то на этом Канале Это да А потом Обязательно Буду приглашать Потому что Очень у нас Хорошо Совместно Получается И мы Это дело Продолжим Большое спасибо Что ответила Что выступила На канале И мы Движемся Дальше К этому Ну уже Приближаемся Уже Потому что Мы 1 час 19 минут В эфире И скоро Скоро Все Будет Счастливо До связи Пока Хорошо До свидания До свидания Так Наконец-то Я могу Значит Вот Сейчас Освободилась Связь И дозвонится Матвей Лышаков Он целый Он целый час Ждет Сейчас Мы ему Позвоним Так Саша Ты здесь? Здесь Здесь Хорошо Хорошо Мы Матвея Набираем И потом Все-таки Мы поболтаем Ну пока Не отвечает Матвей Лышаков Алло Алло Да Да Тебя Хорошо Слышно С нами Художник Матвей Лышаков Клащи Классический Живописец То есть Вот Самый Настоящий Как говорится Если я Как-то Не так Матвей Я называю Ты можешь Меня поправить Вот Я думаю Классический Но Как сказать Неклассический Традиционный Традиционный А я Все-таки Предлагаю Ну у нас Поскольку Да Музыкальные Эфиры Матвей Поскольку Он через Ватсап Он тоже Может Долго Здесь Оставаться Матвей Скажи Сколько Примерно Будешь На связи Чтобы Мне Как-то Планировать Ну Минут Десяти Норма Я Не знаю Мобильный Тогда Все-таки Давай Мы Опять же Запустим Инструменталочку От группы ТЛМ Из города Рига Группа Рига Тоже Есть Это Называется Она Байк Инд Секс Есть На самом Деле И клип И Сама Песня А у Меня Именно Вот Такой Инструментальный Ковер Который Мне Дмитрий Прислал Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Байк и секс ТЛМ, город Рига Дмитрия Румянцев, кинорежиссер фильма Блю Роуз, который скоро будет готов И этот приквел к Твин Пикселу, а с нами на связи Александр Зеленюк и Матвей Лошаков И добрый вечер с наступающим Саша все, хочется поболтать, а я все ему не даю Саша с нами, Матвей, которому 10 минут времени, Саша, а ты еще почти 10 часов будешь здесь Но все равно, молодец, что говоришь, это Матвей, ты здесь с нами? Вот Матвей пропал, кстати сказать Вот он просит, набери Сейчас мы его наберем Я думаю, что в результате у Саши даже сочиниться это еще одна инструменталка Которая будет называться сумасшедший главный радиоэфир, да, Сань? Да, да Нет, это, ну, понимаешь, любая ситуация, она же, ну, определенное вдохновение Конечно, она музыкальная Да, рвать волосы на голове А можно просто взять еще какие-то очередные ноты, заманстрячить Матвей Лошаков, художник, не только художник, он еще и музыкант И артист, и актер, если хотите И своя у него группа, я не знаю, сейчас или сольно он выступает Матвей, как у тебя это сейчас происходит? Ну, есть, как бы сказать, такой проект, состоящий из двух человек Два это Лады и Хомяк, ну и я сольно тоже выступаю Да, и Лады Каширина частично Будет, ну, Милаш Каширина, да Ну, вроде, да, собирался Вот, Матвей, спасибо, что ты ждал, там дождался, что я тебе дозвонился Потому что Матвей должен быть, было быть 4 часа, никак То есть, ну, когда вот я вначале создал эфир и несколько человек Начали подвисание, просто Я не могу больше тут, чем двоих держать, к сожалению Поэтому будем просто сокращать время Вот, Матвей, что хочется сказать Ну, пожелать это Не отступать и не сдаваться, конечно Потому что ты, как говорится, живешь практически в центре Москвы На острие вообще всех событий В нуле Да, ну, потому что Вот, а мы-то тут, что, в деревне, в деревнях наших снегах В сугробах тут спокойно прячемся и не паримся, как говорится Вот, это самое Так что, вот такие дела, наверное Ты тоже что-нибудь добавишь в ответ-то Ну, как, и, соответственно В ответ у меня тоже там пожелание Как сказать, тоже Не отступать, не сдаваться и так далее Ну и, как бы В Москве, конечно, тут так жестковато Может быть, мы бы и поехали, конечно, где не жить там За город и так далее Какой-нибудь область, может, ну, не знаю Ну, что я хочу сказать еще Ну, и Что-то с годом был такой, конечно Шестковатый тоже Ну, не знаю, смотри, с чем сравнивать Ну, для меня, по крайней мере Платни, что я там Потери были у меня Человеческие, скажем Да, да, ну, к сожалению, да Вот Так жизнеустроено Вот, и Ну, как бы жизнь продолжается Ну, и всех я там Поздравляю с наступающим И Дмитрия там В общем, что вот эту движуху Все затело Это очень прикольно, кстати Ну, да Стараюсь, как могу И обращаюсь, опять же Ко всем, кто слышит И кто участвует И сразу Сашу, наверняка, благодарю Потому что он тоже Хоть и не записан Я думаю, надо тоже все-таки Поскольку и Максим Германович И Александр Евгеньевич Они, в общем-то, помогли мне С этим эфиром до эфира Я думаю, что по окончании эфира Еще они будут так же Патронами записаны этого эфира Вот А становитесь под Патронами Петров Киви Вот, блин, я прям Как по Михайлу Светову По инструкции, как я это говорю И если кто-то, ну, готов Новый год, тем более Ну, на радость себе И мне, естественно Вот Что-то там перечислить И буду очень признателен И очень благодарен Потому что, да Купил новую камеру Как я уже говорил Еще что-то развиваю Я этот YouTube канал Фотоаппаратуры много набрался Снимаю Я хочу еще и видео делать Какие-то съемки Все Это все, конечно, требуется То есть Все вот именно уходит На эти расходы Ну, компьютер Ну, он имеет свойства В общем-то Вот от того, что Был в свое время приобретен Собран Ничего не осталось Кроме железного ящика Все это меняется Конечно, нужно обновлять Видеокарту Чтобы я мог Одновременно Вот не двух А четырех-пяти человек Здесь Чтобы было Чтобы были эти эфиры Лучше Поэтому Заранее всем спасибо И неважно, кто Перевел, не перевел То, что вы здесь в эфире То, что в чате поддерживаете Потому что, в общем-то Ну, такого оживленного чата У меня давно не было Да, было какое-то Классное удержание зрителя Но столько не писали И здорово Здорово И поэтому В этот день Есть возможность Конечно же Всем тоже Большое спасибо Сказать Вот И Матвею Матвею тоже Мы давно Не знаю Матвей, мы лет 20 Да, наверное Уже как-то Вот так У нас коллаборация Происходит Ну, я первый раз Когда приезжал С группой Сара Варимичаев И Концерт был в ДК Как он Снимал Там что-то Ну, да И Иногда По-моему Вот в этот момент И знакомство Произошло Как раз Да По-не пункту 2005 Может Там Не знаю Да, и потом Я, в общем-то Предложил Матвей Записать песню Для моего Компакт-диска Сборника Он участвовал В какие-то моменты Мы меньше В какие-то Больше Виделись Это Потом Вот Когда выставки Начались Один взгляд Вперед В общем-то Нет уже Могу Этого Сообщества Нашего Вот Но всегда Что-то Происходит Новое И вот Опять же Саша Зеленюк Тоже Знаком Тысячу лет Это И вдруг Неожиданно Буквально Это Месяца два Назад Да, Саша Все это Началось Да, месяца два Назад Вот И выяснилось Что Ну Я Человек Не знающий Ни нот Не умеющий Играть Но Очень тонко В общем-то Как продюсер Чувствующий Музыку Нашел Такого Человек Как Саша Зеленюк Который Ну Моё Моё Понимание До него Доходит И в результате Он тоже делает Какие-то Классные вещи В том числе Альбом Темная материя Который Просто резко Начал набирать Обороты Его слушают Это классно Здорово И мы тут Очень здорово Нашли друг друга Вот в этот момент История Какой момент История будет Дальше Неизвестно Но Ждать Какого-то Завтра Нет смысла Оно здесь Есть и сейчас Вот мы делаем Музыку Буквально Эфир закончится Немного Проспимся И завтра Саша Уже в обычном В рабочем порядке Тоже будем Это делать Вот Это так же С Матвеем То есть Много-много Делали Сейчас В этот год Вообще Ничего Матвей единственный Участвовал Опять же Да Выставка моя Но я Честь Картина Тоже всех художников Естественно Выставляю Да Это перфонус Ну кто знает Может быть Не пройдет полгода А может быть И пять лет И опять мы где-то На каких-то площадках Персекемся Поэтому Просто Тоже Опять же Такое поздравление И пожелание Что особо Не исчезать Из виду Ну может быть Вот в этих шоу Даже участвовать Тоже здорово Поэтому Матвей Тоже Тебе Огромное Спасибо За творчество За то Что рисуешь Делаешь музыку И Вот Наверное Все что я хотел Сказать Говоря Это так Форест Гам Сказал Когда нужно было Закончить Фразу А сказать Уже было нечего Я вот всем Тоже говорю Если вы закончили Нужно завершить Нужно просто Сказать И это все Что я хотел сказать Матвей Тебе пора Или ты остаешься Еще Ну я тут Немножко Повиси Так Какие-то планы А ты уходишь Да Ну Ну мне Да Я может Потом всплыву Через какое-то время Это эфир Ну да Пиши Лучше Пиши В чат Это Во-первых Ну ты его оживляешь Это классно Вообще Тебе спасибо Что ты тут Всякие Какие-то Ку-ку Там Приколы Это на самом деле Ку-ку Приколы Но это Кстати Еще одна Классная тема Которую Саши Зеленюр Ну То есть Помимо Ну то есть Каких-то Саня Делает Серьезных вещей Типа Темной материи Причем Она Существует В трех Вариантах Это Вот Иногда Он Такие Как мы Слушали В начале Альтернативную Версию Которая Не будет В общем-то Я думаю Сдаваться Вот этот Какой Саня Сортир То Там Параны Да Иногда Выскакивают Иногда Какие-то А давайте Я сейчас Еще Поставлю Кстати Саши Зеленюка Такую Штучку Классную Чего-то Мы давно Его не Слышали Ну Мы его Слышим Конечно Но Не слышим Его Музыки Ну Она Уже Сегодня Звучала Это Условно Финский Альбом Вот Так И давайте Фортепьян Версия А если Кто Узнает Пишите В чат Это Очень Знаменитая В общем-то Мелодия Это Музыка 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 Ну так вот Это была Сики Ярун Полька Вот Такой у нас Финский Альбом То есть Мы делали зарисовки планировали сингл пока не вошло в общем-то ну а сегодня можно хулиганить здесь в этом эфире включать какие-то штуки приколы матвей здесь на месте находишься матвей кажется да ушел так отключу к я пока ватсап чтобы к нам никто не влез саня ты здесь да здесь будем сейчас двигаться дальше в общем вот отличие этого эфира все они очень много гостей и когда с одним это достаточно ну легко и классно работаются когда нужно коммуницировать еще какие-то происходят неожиданности поэтому в общем то ну сейчас нормально вот он все уже пошел эфир до сна с нами меньше гостей но так и будет кто-то будет приходить добавляться убавляться но мы будем несмотря на все это продолжать и даже сейчас я попытаюсь еще дозвониться по времени уже можно вот если нам люба завьялова ответит это будет у вас на сне ответе значит ответил подымет трубку попозже так так алё ну да привет привет ты с нами в прямом эфире главного радио эфира я представляю художника и музыканту любовь завьялова и сейчас она в городе москва раньше в екатеринбурге и мы тебя поздравляем с новым годом желаем дальнейшего и творческого роста и отменного здоровья и всех всех благ спасибо всех новым годом здоровья и успехов в начинаниях в творческих и личных и в профессиональных чтобы все развивалось хорошо так я сейчас чтобы было понятно любым музыкант начнем и все-таки еще ни разу не включали именно в раннее и творчество которого сейчас нет это то что было в екатеринбурге но это даже один из альбомов у меня есть на youtube канале музыка здесь но есть я знаю в youtube еще шесть треков может быть все остальное тоже появится группа маткин девочка не бойся тогда кажется это переводится девочка ничего не бойся было первое название потом сократились для маткин бойся них а потом уже стала маткинцы тарапки в финале когда уже завершили этот проект и выпустили его горничком а потом когда ко мне все это попало я еще один раз переделал но люба сказала что богдану бы это понравилось так и сейчас я найду вот она альбом адреса лучших кабаре парижа двухтысячный год что ну давайте танго наверное коротенькие достаточно штучки может быть даже мы ну я и течение эфир конечно буду ставить но мы еще и другие послушаем уже современные об этом коллективе тоже сейчас поговорим а сейчас кабара адреса лучших любо объявляя я уже все название альбома альбом адреса лучших кабаре парижа поехали альбома альбома как Музыка 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 Да, не Люба, Саша тоже Я знаю, какие-то совсем простые клавиши Сейчас появились, может быть это тоже Кассио? Нет, не Кассио Это что-то другое, я до сих пор не знаю Спасибо, кстати, подогнали Клавиши, спасибо Наталье Костюк, я говорю ей В прямом эфире, если она слышит Хорошо, хорошо, Саша Люба, ну Что, будем слушать новый твой проект сейчас? Да, давайте Я сразу скажу, хотя Люба сказала, что это что-то другое Да нет, это просто развитие Ну, естественно, уже на ее манер Но на самом деле По-своему это, ну да, и разное Но и близкое То есть это не совершенно какие-то разные вещи Называется Композиция птицы, 2020 год Очень-очень атмосферная, конечно И опять же, вот это Я думаю, Саша сейчас зайдет, потому что Мы тоже сейчас именно в этом направлении Движемся, естественно, музыкально Это достаточно другое, но Именно по атмосфере, по какому-то духу Это близко Итак, группа Ложноверма 2020 год Композиция птицы И только на моем канале Люба предоставила Опять же, отдельное спасибо Потому что какие-то... Далеко не всю я могу ставить музыку Ну, есть такая вещь, как авторские права Но то, что есть И, может быть, еще это одна из причин Что вот мы тут сами ее начали делать Как говорится Поехали Птицы могут ходить по воде Растопыли в стороны Лонкие крылья И может лежать на земле И крив с собою Скелеты стальные Не могу держать в руке Нити воздуха и волосы Времени Где улыбался снег Опускаясь на воды Чистых, чистых рек Молекулы воздуха Спят спокойно Кирпичик и труп Дышат хором Капельки смол Висят на деревьях Все по местам И где-то рядом Вода развлечалась Проревелась Пошла поднимать Весь мир насмерть Вода Вода Чистых, чистых рек Петель Птицы могут ходить по воде Растопыли в стороны Тонкие крылья Птицы могут ходить по воде Растопыли в стороны Тонкие крылья Такая атмосферная вещь И опять же Это очень классно Что и Саша здесь И Саша Именно к этому чему-то такому мы тоже должны прийти то есть мы сделали грув но когда вот если добавить вот этой атмосферы этого очень-то даже никто и не делал любом саши в одних выставках вы не участвовали зерняком нет не помню вот ну на самом деле много очень-очень знакомых например один из них я вот может быть даже если вдруг однажды и музыкально там у вас растет соблагодаря даже это же будет прикольно так бывает вот в общем-то вну последствия этого радиоэфир могут быть какие угодно творчески и обычно ну то есть как вот заметил милада каширина она сегодня еще будет это собственно второй участник коллектива матвея лошакова что да я вот такое устраиваю вокруг себя вечно людей там притягиваю очень часто многие вещи которые произошли в истории вот этого современного рок-н-ролла двадцатого века сказать они очень без моего участия и собственно обо мне уже никто не помнит ну не хочу сейчас просто рассказывать это все тут хвастаться очень кто знает то знает так что вот я так у нас еще есть немного времени я по видимо мне придется отключить но если хочешь ну то я потом позже можно я чуть-чуть вот скажу да 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 раз уж мы тут все собрались и все вот по духу моды друга понимаем где-то вот в одной строй искусства вот я замутила такой сложный для себя проект на коммерческой основе как фестиваль рок-акустики вот со площадкой с уютной небольшой в москве но там вместимость хорошая там можно 70 человек слушаю супер вот это уже разговор вот это уже радиоэфир артистов на второй концерт он будет 20 февраля вот как раз матвей лошаков с ладой выступали на первом концерте ясно наверно а вот на 20 февраля у меня есть там уже три заявочки но вот я еще ищу людей если кто-то в москве кто-то хочет выступить артисты выступает бесплатно ну то есть они не платят за участие в фестивале но я пока не гарантирую что я могу там помочь подержать дорогу потому что я получу аренду продали это и там как пойдет в общем носит приехать даже там есть откуда-то и других городов это все обсуждаем а давайте вот короче ищите меня от себя кстати скажу это либо простил еще раз что перебил как сам организатор в свое время вот это наше объединение один взгляд вперед которого очень сейчас уже фактически нет и там много много художников но любую очень отдельный художник потому что она тоже организует не все могут а вот у нее это получается много выставок организовала москве еще каких-то событий я пожалуй больше даже не знаю кого еще и назад остальные очень-то больше участвует то есть это опять же никому не в минус ну кто туда участвует а кто кто может поэтому к любе смело обращайтесь все будет нормально все качественно может быть конечно его можно легко найти в любой соцсети лажно вербы все и выйдите на страничку и можно туда написать можно меня там найти написать и у нас лажно вербы стал уже таким проектом не просто группа именно проект который может вот фестиваль проводит еще что-то мы делаем восточный танцев концерт еще сделаем да и если даже не удастся найти обращайтесь ко мне очень до близко находимся все ты 200 километров я помогу просто там найти дорогу а еще один человек прямо здесь в эфире саша зеленюк и я думаю может быть она не очень акустические но по-своему камерный и любые статьи интересно просто можешь прям сейчас его пригласить а дальше уже дело техники как говорится да давайте я верю в твоему вкусу тем более опять же такой момент ну ты знаешь да что я и не музыкант и ноты но у меня есть некое чувство музыки я смог это объяснить саша он это услышал вот результате то в общем-то я в антисте становлюсь с автором это вот что-то невероятное то может быть о чем я мечтал и вот у нас совместных именно проектах воплощается тоже саша все-таки это тоже 10 лет делал делал и как тут она была в никуда и тут вот она поперла поэтому конечно же заинтересован чтобы он там было может быть и сам даже доеду там ну суд пора есть пианино если что ну я то играть не буду я буду фотографировать саша саша не поймай на клавишах играет саша на гитаре по моему играет нет я в клавишами владею очень слабо а гитары и чуть лучше еще он песни пишет но поэт вообще-то и даже поет их ну вообще все сейчас современные художники по своему но еще творчества люди они довольно таки универсал во многом становится то есть нет что-то одного потому что все пересекается вот особенно на моем примере фотографы вдруг художник а сейчас же и фотошоп и тут все взаимосвязаны и в общем-то даже вот опять же патрон нашего фершим волынский но он как рисовал примитивизм так и рисует но я его обучаю фотографии и он уже видно что это не любитель фотографировал как говорится и даже надеюсь что именно через фотографии у нее картину то улучшится одно с другим когда-то взаимосвязано мы пока давайте все таки ладно еще по тележам потому что уже александр скорбогатов скоро будет мне очень хочется с любой тоже поболтать на тему ты можешь рассказать свои поездки в оран все-таки но это даже не в европу там в турцию какую-то ездить это все-таки страна другая древняя не так сильно посещаем а вот ваша это реально офигенная тема может быть даже нам стоит эфир сделать на эту тему что захочешь именно персональный ну пятничный там на час на два опять же там видишь как либо очень коротко сказать он не очень напомнила советский союз но нет такой злости вот какой-то вот коммунистической как у нас было в общем то все по-доброму все достаточно свободно и спокойно вот но очень скромно очень так и сдержанно нет каких-то там хором вот и а если там подробности рассказывает наверно как турист получилась как без внутри посмотреть как люди живут простые где работают как офисы выглядят там что делают они тогда я тебя приглашаю но мы отдельно писать с озоне с мы сделаем персональный твой эфир и обороне не только я думаю ты уже я так понимаю даешь добро на это тоже со своей стороны и байки которые в интернете про интернет про иран рассказываем так у коротко это все байки ничего там такого нет никакого полицейского режима никаких там каких-то назидательных вещей сверху все очень спокойно по-доброму и очень доброжелательное отношение друг друга ну да есть дресс-код надо ходить девушка . все вот вот так вот это как информация из первых рук и тоже удивительно это слышит на фоне пропаганда опять же какой-то но лучше один раз увидеть чем там тысячу раз услышите да как говорится на ютюбе или еще где-то вот а мы движемся дальше я думаю все таки давайте чем мощное забудением это туда дверь мне кто-то звонит это все еще просто ни разу не звучавшая группа united main club я думаю знаете чем вообще поставим тут так это я не в ту папку пошел потому что не саша не любую я пока выключаюсь да давай тогда мы еще раз друг друга поздравим потом и говорим много хороших слов друг друга но чтобы позитивно я чуть-чуть начинаю за эти два часа наконец-то разогреваться в этом эфире потому что он и чуть-чуть косячно вначале пошел по моей исключительно как говорится ошибки вот ну и еще там были неважно уже все сейчас все пошло разогрелись как-то вот это поэтому еще раз я тебя поздравляю желаю вот особенно то что это ты общественно вот это когда с историю делаешь какие-то но организации потому что сам я изнутри все прекрасно понимаю как сложно насколько чтобы это получалось несмотря ни на что и чтобы те помогали чтобы те донатили кстати ну не только мне вот но и и тебе тоже потому что но это всегда финансовые расходы это то что иногда люди даже не представляю что такое поэтому такое отдельное персональное пожелание и конечно и концерт это сделать да и чтобы и саша поучаствовал и может быть даже я приехал внушими мне надеюсь поможет ну как говорит говорил форест гамп его это все что я хотела сказать пожалуйста да есть еще время твое тоже замечательное слово завершение второго часа это эфира всех с наступающим новым годом действительно желаю чтобы ваши творческие у всех а вот желание амбиции воплощались то площадки были хорошие чтобы зрители были чтобы выставки были интересные задачи зрительская знаю что это важно даже бывает не так важно продать и как важно чтобы не был пустой зал да вот мы понимали что вас смотрят вас любят вы не в стол это все делаете ну и конечно финансовых успехов потому что это важная составляющая да и хочется чтобы ну по крайней мере чтобы творчество не приносило убытки вот еще такой момент все таки не особо то но это важно не заморачиваться потому что когда ты что-то создаешь находится в этом это есть может быть момент вот это счастье главное об этом не думать потому что только ровно в тот момент и когда начинаешь хватать эту птицу она тоже улетает поэтому может быть где-то на коротке с ней любое спасибо огромное классно вот вообще это неожиданно у нас по моему все с тобой два эфира вот это и каждый раз вот так как движущая я надеюсь этот эфир который мы с тобой наметили обязательно получится будет эмоциональный может быть даже музыкальный вот и а зрителям слушать им скажу что еще это не единственная такая сегодня история еще одна как минимум точно будет мы движемся дальше отключишься то сама хорошо да я думаю что так а тут мне вот иван розманинский пишет вот на он у нас слушает он нас слышит отлично иван спасибо что нас поддерживает а если еще что-то напишешь чат вообще будет классно чтобы вот да матвей лошаков пишет чат что не мой это проект а наши с мелодой до матвей да ну я ведущая могу ошибаться у меня большой эфир мне нужно было совсем думать что мы всем вам классно хорошо было вот это самое с нами остался саша зеленюк он нет помогает в эфире заняты здесь здравствуйте всем наступающим снова новым годом вот а мы давать мы все-таки сейчас бабах не маленечко это группа united man club дмитрий зимин который сейчас в этом году прошлом вернее стал киноактером снялся в фильме за час до рассвета еще в каких-то фильмах даже не помню а сейчас он уже актер театра вот это а когда-то он был музыкантом и я думал он остается потому что были же моменты когда мы что-то не делали в своем творчестве и поэтому иногда просто венок хорошие должно настояться именно я думаю сейчас та история вот а это альбом по моему какого-то не помню сейчас я посмотрю каждый год это так 2012 года world black history группа united man club я включу просто тут слит на две композиции when you are alive ну кто понимает например ван розманинский понимает а другая вообще капс локом четыре больших буквы биби биби пи что это ну если дмитрий будет мы ему сегодня зададим конечно вопрос так да и как раз александр скоробогатого должен скоро появиться вот до того как он придет две композиции подряд одна просто вступление в альбом а другая уже там собственно моща давайте все-таки разогревать наш эфир я хоть пойду успею за это время водички попить у меня просьба к саше зрения не щелкать мышки очень слышно а Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 А вообще, если серьезно говорить про начало всего этого деятельности, так давайте вспомним о том, что спасибо вообще друзьям, которые подгоняют иногда такие специальные программы звукозаписывающие, с которыми очень легко взаимодействовать, записывать звуки на них, и как-то компилировать, и играть на гитарах и так далее. Что, собственно, и было сделано, сыграно в меру сил. Хорошо. Так, тут появился Олег Чеботерик, тоже незаявленный, но тоже, кстати, художник, который с нами выставлялся. Он мне тут что-то прислал, я же не могу слышать, я же в прямом эфире. Нет, конечно, могу вместе со всеми. Давайте попробуем, позвоним. Ну, раз уж сегодня мы это импровизируем по полной. Вот, идет сигнал. Так, причем и Саша ВКонтакте, еще один. А что, так можно, интересно, я даже не знаю. Пока не отвечает. Что-то щелкает там все время. Ну, пишут же это. Да, у Саши просьбы, да, кстати, не щелкать клавишами, было очень, ну, не очень, не очень, как говорится. Ладно, не получается. Чего-то ферсифон Мерцова. Так, вот, Владимир Семенов Тиншанский, группа «Развиталис» пишет. Сейчас я ему напишу. Давай, рассказывай, ты рассказывай там это, пока я это печатаю. Хорошо. Только медленно, не торопясь. Чувствуй, с толком, с расстановкой. Друзья, для того, чтобы произвести хоть что-то, требуется художнику, как говорят, 3D. То есть, первое D это дом, это чтобы с боков не дуло, а с крыши не капало на голову. Второе, это доход, это на пельмени и сигареты, а водку друзья принесут. А третье, это досуг, 3D. Вот. И вот этот досуг должен быть, друзья, абсолютным. Как сказал, и как я сейчас, собственно говоря, транслирую эту самую мысль, замечательного поэта Кузьминского, который уехал из Советского Союза в 1975 году, что ли. Так вот, оказалось, что есть более-менее частично это D. Вот. И тогда это был 2013 год, он был довольно плодотворный. То есть, я понимал, что нужно, что пока есть время, надо что-то делать. И вот сейчас, как выяснилось, это вот что-то, что было накоплено за это, с того времени, потому что было накоплено довольно много, как понятно. Вот. Сейчас это все приобретает совершенно другое звучание, потому что соавтор Дмитрий. Обо мне мы поговорим после звонка Владимиру Семенову-Чиншанскому из группы «Развиталис». Он же «Энергослон». Вот он нас ждет, надеюсь, сейчас ответит. Владимир, добрый вечер! Да, привет. Да, хорошо с нами в эфире гитарист-группа «Развиталис» Владимир Семенов-Чиншанский. Он же «Энергослон», потому что это мощный гитарист, сильный. То есть, так, нас кто-то там что-то мешает. Спасибо. Да, да. Комплименты. Да, да, да. Нет, мы сегодня Новый год, мы сегодня всех поздравляем с нами. В эфире одновременно находится Александр Зеленюк, автор, собственно, альбома «Темная материя». Саша, ты здесь? Здесь? Да, да. И, соответственно, на линии Facebook Владимир Семенов-Чиншан. Вот. Это самое... Так. Нам чуть-чуть мешает, но мы все равно с этим справимся. Владимир, мы, конечно же, тебя поздравляем с Новым годом. Желаем и дальше отменного богатырского здоровья, творческого настроения, бодрости духа. Наверное, да, я знаю, ты путешествуешь, чтобы тоже это все прекрасно складывалось, и чтобы развитались дальше, продолжал свою музыкальную деятельность, потому что сам Иван, но он более, как говорится, много-много группы выступает, но его основная группа, хочется, чтобы, да, она на фоне остального все-таки все равно оставалась таким, ну, главной звездой, что ли, можно сказать. Вот так это. Ну и, пожалуйста, тоже тебе слово, наверное, тоже. Я понимаю, что ты торопишься и тоже от себя что-то добавишь. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, друзья. Пригласили в эфир. Я хочу сказать, что очень рад, что такие мероприятия вообще существуют. Есть платформа, где творческие люди могут пообщаться, обменяться своим достижениями и всем, что мы делаем. Время действительно такое немножко суетное. Прям, можно сказать, на бегу. Из машины с детьми куда-то, вот здесь сейчас есть время с вами поговорить. Я хочу, прежде всего, сказать, что наш, скажем так, наш проект, я очень рад, что он развивается. И мы в этом году, в соответствии, в уходящем отметке, в его 20-летие, я уверен, что он будет дальше существовать, развиваться дальше к нам. Я надеюсь, присоединяются музыканты новые, мы, в общем, всегда открыты. И я бы сказал, что из таких самых важных планов, наверное, на 22-й год, для нас это запись, точнее сказать, уже, наверное, не запись, а скорее сведения и выпуска альбома Остудинова, нового, который у нас в процессе довольно долго. И коронавирус, и много чего повлияло на удлительность. В целом мы в работу ведем. Да, добавлю, что информация об этом альбоме, она проскакивает, в общем-то, разными совершенно путями. То есть, это уже такая хорошая новость, которая, ну, подтверждается раз от раза, значит, все-таки-то альбом состоится, это будет здорово. Ну, материал есть, он записан по большей части, вопрос сейчас тут, готовки там, сведения мастеринга, да, и мы, в общем, очень, опять же, рады, что у нас прекрасный ударник Евгения, который увлекся искать этим вопросом следить, и действительно погрузился в его, и это нам дополнительные силы и возможности дает, что фактически мы можем делать многое сами. Для чего раньше нужна была помощь внешних специалистов. Такой вопрос, ну, у нас уже, значит, интервью. Сейчас же Андрей Стефинов, кажется, да, с вами еще колбасы? Да, Андрей Стефинов сыграл в один концерт, репетирует периодически, мы надеемся, что он с нами есть на дубленном фесте в январе. Андрей. Андрей прекрасный музыкант. Он просто невероятный. Тот случай, когда человек приходит и с одной репетиции включается полностью, причем тут же дополняет материал группы своей. Очень надеюсь, что Андрею с нами понравится, и он сможет с нами играть, ну, что-то чаще. Да, он сейчас играет в метро. Для нас очень большое наполнение. Вот, он сейчас буквально играет в метро, написал в чат, сказал, что в эфире участвовать не может, ну, что прайм-тайм, как говорится, поэтому вот так вот. Поэтому, конечно, я очень рад, что именно Андрей с вами, ну, так получилось, что я его-то раньше даже узнал, чем развитались в каком-то смысле. Вот это. И меня, конечно, поразил, потому что человек, играющий на кларнете, ну, выдающее такое, что даже не каждый, ну, саксофонист, как говорится, ну, это впечатлило больше, чем. Поэтому классно это добавит. Вот, а от себя еще хочу сказать, ну, мы сегодня обо всем, со всеми гостями, и все-таки вот это я сразу, опять же, кто, может быть, не знает, но кто постарше учился, все-таки вот эта фамилия Тиншанский, ну, и Андрей, ты же, Владимир, оговорился, видишь, как говорится, возглавляешь географическое общество, насколько я знаю, сейчас еще это, помимо... В географическое общество возглавляет Сергей Кузенбетович Шайбин. Ага. Вот, вот об этом я говорю. Пытаемся, мы пытаемся, мы пытаемся наследие сохранять, изучать, и, в общем, у нас есть такая цель сделать музей в Санкт-Петербурге, ну, такая большая цель. Надеемся, что мы к ней придем к 2027 году, только до Петра Петрович Шайбин будет 200 лет. Ну, это большой путь моего... Да, еще много чего нужно сделать. Здесь отдельно хочется пожелать, чтобы это даже не план, а именно намерение. Мне вот нравится сейчас. Это слово ввожу в лексиклон специально, потому что планы сейчас бессмысленно достаточно строить, а намерение, желание его осуществить, тем более, ну, такая вот, в общем-то, ну, вот, нет, идея не хорошее слово, а именно, ну, как сказать, ну, наверное, желание этого, ну, это должно, в общем, и чтобы, ну, какие-то появились. Ну, тут даже не спонсор-донатор, а это вообще на уровне государства, конечно, должно решаться, чтобы было финансирование, потому что, в общем-то, проект мощный. И вот еще один вдогоночку вопрос, ну, сам географ Теншанский, это понятно, а в Википедии еще же один проходит, это же тоже, я так понимаю, по-моему, Владимир Теншанский. Или, может быть, это там, я что-то путаю. Прости, пожалуйста, я не очень понял. Так, сейчас я просто наберу это в интернете. А, Вениамин Петрович Семенов Теншанский. Ну, слушайте, это большая семья, и очень много персонажей. Петр Петрович, мой прапрадед, Вениамин Петрович, прадед, тот географ. Ну, и на самом деле, в семье было много выдающихся людей, и большая история, не знаю, не думаю, что стоит сейчас так... Ну, я думаю, это, наверное, в рамках отдельного эфира это делать. Это можно отдельный эфир делать, тут можно говорить бесконечно. Просто мы... История очень любопытная, интересная, персонажей хватит даже не на один эфир, на целую серию. Может быть, даже... Большая-большая часть такой истории нашей страны, причем малоизвестная, потому что, ну, скажем так, после Петра Петровича такого масштаба личности не было, тем не менее, много было выдающихся ученых, и все разное. Вот. Собственно, об этом наш фонд, и мы, собственно, его и продвигаем направление вообще популяризации изучения истории в широком смысле. Все, не просто мы уже один эфир наметили, может быть, да, конечно, это не совсем, но по тематике моего канала, но кто знает, то есть я на самом деле об этом тоже как-то думаю, может быть, тоже подойду, но опять же, спишем с Азониса, и тогда уже, может быть, что-то и решим это. Вот. А сейчас, ну что, движемся дальше, я думаю, надо все-таки... Я, Дмитрий, я просто хотел бы, если можно, поздравить всех с Новым Годом, потому что все эти разговоры про историю, про музыку, прекрасно. Действительно, у нас такой-то прекрасный праздник, где массу сидит, сколько осталось? 6 часов? Да меньше уже, да. Чуть меньше. Да. И у нас время непростое, как-то так не видно, что оно будет простым. Да, сегодня уже об этом вот идет, весь эфир, в общем-то. Я думаю, что все это чувствуют, и это вызывает разные ощущения, смешанные чувства и прочее, тревогу, наверх, беспокойство. Так вот, я бы хотел нам всем пожелать, чтобы мы, несмотря ни на что, были бы стойкими, были бы честными перед самим собой, и нам хватило бы сил нести себя достойно во всех сложных ситуациях, которых жизнь нам может подбросить. И на это должно хватить не только силы воли, но и, естественно, и здоровье. Здоровье это вообще тему последних двух лет. Мне очень понравилось, сейчас в фейсбуке один из моих друзей опустил в виде поздравления футболку, она такого медицинского содержания, я просто врач пообедал. Поэтому для меня это, скажем так, мне действительно очень понравилось. футболка следующего содержания, там написана фраза такая Make Epidemiology Boring Again. Сделай эпидемиологию скучной опять. Понятно. Просто потому что коронавирус сделал эпидемиологию самой веселой наукой, которая вдруг из недр всевозможных наук лутвал на первый план, так вот надеемся, что, конечно, это сменится и вирус победим, будем жить. Я не думаю, что мы будем жить без него, а просто мы к нему адаптируемся, он станет одним из тех вирусов, что по-другому легко справляется. Вспоминая. всем крепкого здоровья, душевных сил, терпения и всего самого нарушения. Все хорошо. Когда сказать не могу, надеюсь, что в 25-м году. Как звучала фраза фильма «Ворон» дождь не будет идти вечно, так оно и произойдет. А мы тоже еще раз тебя поздравляем, желаем, чтобы задуманное осуществилось, может быть, не мгновенно. И, конечно же, надо будет проложить усилия, но, тем не менее, главное, чтобы дойти до этой цели. Немного почивать на лаврах, а потом идти к следующей цели, потому что лучше той вершины, которую покорил, но есть та, на которой ты еще не был. я тут чуть-чуть переврал, конечно, Высовского, но главная суть донести. Так, мы, в общем, все-таки у нас музыкальный эфир, и я думаю, в очередной раз надо поставить группу «Роза Виталес». Я не знаю, конечно, в 2012 году, Владимир, ты играл уже в группе? Я с 2007-го, Да, тогда, значит, после Ивана я, собственно, второй, наверное, правду. Да, да, да. Длительность. Вот, это концерт 2012 года, ну, он так и называется, Лив, 2012, поскольку у нас достаточно боевая была до этого композиция, а сейчас был достаточно длительный разговорный перерыв, поэтому тоже она достаточно бодрая, поинт-садист, 2012 год, естественно, Иван Розманинский, Владимир Семенов, Тиншанский, ну, к сожалению, я сейчас вот не помню фамилии всех участников, если Владимир вспомнит на тот момент назовет, то тоже будет очень классно. 2012 год? Да, да. Ну, я не настолько академичный в плане памяти, как Иван, но на моей памяти в 2012 году точно был с нами Руслан Кириллов на ударных, ну, и он с нами продолжает, на ударных был Филипп Семенов, с нами в последнее время не играет, но, кстати, 20-летний концерт присутствовал и играл в местной композиции с полной остановленностью. На гитаре я еще играл Владимир Ефимов, как тот, и Владислав Коротких на 3-й был, не знаю, не помню, на той композиции, но не во всех, в общем, так, Алексей Горшков, мне кажется, тогда еще присоединился с трубой, но мы, я думаю, сейчас услышим. То есть, ведь состав меняется, группа, действительно, но тут точно не скажу всех, но... Да, меняется состав, меняется звучание, есть ранний, есть поздний альбом, а это средний, вот сейчас, собственно, оттуда... Я могу скачать эту композицию, вообще, одна из самых динозаврических, она была, она придумана Иваном задолгое того, как концертный состав появился, и мы ее выбрали как одно из таких достаточно боевых для нас, конечно. Да, 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 выделяется на общем фоне. Композиция, которая, которая, собственно, была приятна играть в живую, и надо сказать, что мы ее давным-давно не играли. Ну, вот, опять же, этот эфир же он мистический у нас, и это повод. Иван наш слушает сейчас тоже в чате, и он слышит, и, я думаю, обратит на это внимание. Поехали! Роза Виталис, поэнсадист, Иван Розманинский, Владимир Семенов-Теншанский и, конечно, сотоварищи. Роза Виталис, Роза Виталис, Роза Виталис, Роза Виталис, Роза Виталис, Роза Виталис, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Некогда задумываться, звонит или звенит, поет или играет, заиграл будильник. У кого или кто заиграл чей будильник, так синонимами становятся выражения чертовски и божественно. Ведь это потрясающе по-своему может быть слышаться со стороны. Поэзия, перекочевавшая в бытовую речь или бытовая речь, стремящаяся к своей основе. Вот так вот, да? Ну раз так пошло, у нас же еще есть один человек, и мы его знаем, он уже сегодня был. Я думаю, что же лучше поставить? Давай посерьезнее тему. Павел Карачин, по-моему это с альбома «Призраки», сейчас не помню. Кажется оттуда «Люди с рваной душой». Ну так уж, чтобы совсем, как говорится, взяло. Так, что у нас тут с коммуникацией? Ага. Еще раз. Старт-рестарт. Прямой эфир. Так что делаем как можем, стараемся. Павел Карачин, «Люди с рваной душой», мелодикламация с альбома «Призраки». Серый мир, мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз по размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать, Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить аношой, Как гранита куски люди с рваной душой. По проспекту рабочий шагает народ, Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, И увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, То почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, Выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, Все стараясь собрать от души лоскуты, Чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить. Кто хитрее других, от волнения пьян, Наспех ниток катушку засунув в карман, Лишь опустится ночь, он опять и опять Шел к скерде индивелой иголку искать. Это дело нелепое душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, По травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползает сошел. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши, Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в кирду, Глянул вверх и бессильно зову на луну. Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой, Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжет он каждую ночь, Ты не трогай его, ведь ему не помочь. Павел Карачин, люди с рваной душой. Я думаю, самое время уже переходить К чему-нибудь такому джазу. Чтобы нам тут совсем грустно не сделало. Саша, ты с нами? Да, и могу продолжить. Продолжить переход, сделать к джазовой теме. Вау, тебе-то еще хочешь стихи прочитать? Один с одной стихотворения еще могу. Смотри, такой момент. Ты, видимо, близко к микрофону. Нет, красная линия. То есть старайся чуть-чуть потише, иначе все это будет хрипеть. Ну, хорошо. Так лучше для всех. Хорошо. Вот так нормально? Сейчас вот такое стихотворение, как бы тоже опять переходное, потому что очень много времени приходилось пребывать в переходах за этот период. Да, на другом краю Вселенной, в другой Вселенной параллельной, живут и слышатся сигналы, их голоса, что на краю Вселенной, на нашем на краю Вселенной, живут и шлют сигнал свой верный они, которые есть мы. Сквозь зеркала и все на свете стены приносят к нам такую весть, что мы не одиноки во Вселенной, а жизнь одна, и все мы здесь, миров бесчисленные числа, хотя бы потому, что вечность и наши радостные встречи одним желанием обеспечены, а дышит жизнь одним дыханием разнообразно бесконечно. Жизнь неразгаданная тайна. сквозь зеркала, и все на свете стены приносят к нам такую весть, что мы не одиноки во Вселенной, а жизнь одна, и все мы здесь, дом на другом краю Вселенной. Аплодисменты. Конечно же, спасибо всем, кто нас поддерживает в эфире, спасибо всем, кто поддерживает в чате, и спасибо, кто нас поддерживает донатами, хотя еще ни одного не пришло, но я надеюсь, что кто-то все-таки зайдет под это видео, посмотрит внизу сам, там эти карточки написаны, и может быть что-то отправит. Так, вот нам хорошо, чуть раньше, поскольку Александр Скоробогатов задерживается, мы сейчас включим в скайп, и мы позвоним в Тбилиси. Немного решили, должна быть попозже, но перестановка небольшая в эфире. Так, а она, так, здесь я набираю, сейчас вот, Саша, сразу говорю, ты не будешь слышать Нино, Нино не будет слышать тебя, то есть тут, по-моему, отдельно, а может быть и будет, как получится. Так, что? Ага, вот пошел набор. Пока он не отвечает. Ждем, ждем, ждем. Вот играла бы музыка, вообще бы было замечательно. В общем-то, она уже играет. Да, попробую, может быть. Нет, даже хотелось на ударных еще. Да, Саша, спасибо, что ты что-то говоришь, потому что я чуть-чуть сосредоточился все-таки на звонке, а ты этим очень классно помогаешь, так что Special Fanks. Продолжай. Продолжаю. И вот, значит, звонок, вообще музыка, она все время, то есть даже, может быть, и не нужно что-то композировать, когда она все время происходит. Конечно, кое-какие моменты хочется отметить и оставить, остановись в мгновении. Нет, не остановись, а продолжайся. Как сказал Фауст во втором томе тайного советника Иоганна фон Гёте, за которого мы, собственно, поднимаем бокалы. Нинус. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вас, пожалуйста, погромче, вас не очень слышно. Вот, вы в прямом эфире главного радиоэфира на YouTube-канале Петров Тверской. Склой, мы вас поздравляем с Новым Годом. Конечно же, в первую очередь желаем отменного здоровья, чтобы дальше могли творить свои необычные картины и, естественно, архитектурные проекты. А я всем говорю, что это Ненагиршвили из города Тбилиси, архитектор, именно в первую очередь, архитектор, еще художник, который рисует, как архитектор формирует именно картину в процессе создания. В Новом Году мне надо. Да, большое спасибо. Я также хочу поздравить с наступающим Новым Годом всех слушателей, пожелать побольше светлых, радостных дней и побольше положительных эмоций, а также продвижения своих дел и побед на различных оприщах всех слушателей вашего канала, Дмитрий, а также лично вам. Большое спасибо. Да, сегодня примерно одинаковые поздравления из Еревана, из Тбилиси, из других городов, как говорится. В общем, отовсюду. Вот. Ну, что еще сказать? У нас с Нино было много эфиров. Там, конечно, очень много просмотров, но они не совсем, конечно, настоящие. Кто-то чуть-чуть нам поспамил, но сейчас все нормально. И, конечно, кому интересно, можете их найти на моем канале, но смотрите их обязательно от начала до конца, потому что YouTube не любит короткие просмотры. И даже когда вы будете слушать этот главный радиоэфир, то же самое. Да, понимаю, 10 часов, но хотя бы по часу, но не по 10 секунд. Это вот я ко всем абсолютно обращаюсь. Это тоже важный момент для YouTube-канала. Конечно же, благодарю, что все это время, опять же, находитесь в нашем эфире. Отдельное спасибо, Нино, что мы дозвонились, смогли дозвониться, потому что сегодня иногда вначале особенно тяжело удавалось с этим, но сейчас все вроде бы пошло. Ну, вот, пожалуй, вот так. Как у вас там погода сейчас в Белесе? Погода у нас хорошая, солнечная. Здорово. Здорово. Да, градусов 15, ну, от 10 до 15 градусов колеблется. Плюсовая. Да, Нино, Саша, а ты слышишь Нино? Да, прекрасно слышу. Отлично. Нино, с нами Александр Зеленюк, это вот соавтор как раз альбома, вы его слушали, «Темная материя», наверное, я думаю, вы как архитектор, наверное, тоже вот ему что-то скажете, ему, конечно же, будет приятного смысла. я написала в комментарии, что содержание этого музыкального альбома соответствует его названию, отображает его содержание, точности. Ну, это здорово. Мне нравится музыка Александра Зеленюка. Да, я просто, насколько знаю, что Нино и группа Лидзеппелин нравится, в том числе, да, и вот это вот зашло, это здорово, потому что все-таки современная музыка, понятно, что это не 70-е годы, а именно такой вот грув, но он очень здорово под него рисовать, еще что-то делать, дизайн какой-то, вот опять же, если вы продолжаете сейчас архитектурой, как говорится, заниматься, то очень она помогает, а мы с Сашей, я поясню, но мы вместе с ним это делаем, как раз музыкально, конечно, основная, с его стороны работа, я как продюсер, больше работаю здесь, и мы хотим двухчасовую, на самом деле, сделать композицию, потому что, чтобы лишний раз это не тратить время на то, чтобы переключить это, но при этом, это вот будет что-то с чем-то, то есть, вот такие вот дела, наверное, будем двигаться тогда дальше, еще раз благодарим вас, что вышли на связь, вас также благодарю, и опять-таки, поздравляю всех с наступающим Новым Годом, ну и, да, и, как уже сегодня звучало, пусть это все-таки будет мирное небо над головой, это актуально уже, не только в Армении, у нас тут, и вот из Украины, тоже из Польши был звонок, и тоже, в общем-то, всем бы хотелось, чтобы войска все-таки отошли от границы, потому что, ну как-то совсем стало неприятно в этом отношении, это в общем-то, и Грузии их касается, как говорится, то есть, поэтому хочется пожелать, чтобы у вас все тоже было мирно, и, за сном, все в порядке, мы можем спокойно, нормально разговаривать, чего там, у кого там произошло, непонятно, вот, и чтобы виноград рос, и вино, настаивалась, и может быть, даже однажды удастся доехать до Тбилиси, даже встретиться, это будет здорово, да, пожалуйста, да, все, большое спасибо, а мы тогда будем двигаться дальше, в нашем эфире, еще много гостей, надеюсь, удастся со всеми созвониться, до свидания, счастливо, пока-пока, до свидания, сейчас я выключу, я могу говорить, да, я могу, да, 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 я хочу вспомнить начало декабря, то есть начало первого зимнего месяца, как он, он начался вот ровно по новому календарю, по Григори, я не помню, какой из них юлианский, какой юлианский, вот, только 1 декабря ровно началась вот эта в Москве зима, ну, у нас то же самое, то есть и с ней, вот, и когда вот в этот самый день, 1 декабря, около 10 вечера, вышел на улицу, захотел сказать всем с Новым Годом, ага, договорил, да, замело кругом, а ветер, метель, это прекратилось, ветер затих, да, будто устал, да, такую передышку сделал, а мело так, что с ума просто сойти казалось, собак вот переворачивало, и они как перекати-поле вот неслись по этим, дворам и равнинам, унося за собой хозяев там намертво вцепившихся в поводки, вот, а потом стало так снежно и тихо, и воздух вечером стал как-то мягче, и снег такой снеговиковый, вот такой снег, что только вот как покататься и поваляться, да, вот, а из чисто так и светло стало, так чисто и светло, хотя уже стемнело, ну, потому что зимой рано же темнеет, вот, часов пять уже было темно, и в то же время так светло, и хочется так подумать, вот что значит, собственно, снег на самом деле, ну да, это отражает, так, нас тут уже чуть-чуть поубавилось, но я надеюсь, еще кто-то добавится, и все-таки, наконец-то, мы доберемся до джаза, и мы тут про переходы, как раз говорили, Андрей Стефинов, который играет сейчас в метро, но сейчас она сыграет и у нас на канале, в составе группы Firewing Pleases, вот, наконец-то я научился произносить ее за год, это вот, альбом 20-го года, Be It The Seasons, и первый трек с этого альбома, тут у меня просто не записан, то есть, просто часть номер один, пусть это будет, вот, Иван Размайинский, Андрей Стефинов, и, кажется, либо Юрий, либо Владимир Хомоненко, тысячу извинений, тоже вот звал он эфир, а имя сейчас вылетело, вот, но главное мы услышим, то есть, это еще один из проектов Ивана Размайинского, вот, впервые все не звучит, Firewing the Pleases. Иван Размайинский, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Ненадолго как говорится здесь вот это самое такой тут одна вот он звонки ага по Вот САП вот с нами by¨ setzt Сашу Зеленюк ты его знаешь Да привет привет Саш из них который Зеленюк по моему он сорвался аkin лада алё да 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 молода рядом не не она у себя у нее на ее телефоне ватсап тоже есть у меня нет ее пусть она напишет сюда вот этот номер который она звонит и ватсап тоже не сложно одновременно все это в эфире как говорится я либо фейсбук я не могу набрать потому что меня сейчас человек а все ладно сейчас я и скажу тогда мне напишет я загляну туда сам совершили звонок а мы пока продолжаем это у нас прямой эфир даю такие вот вещи порой возникают я все-таки придаст представлю публике то что нас все-таки слушают там пять человек и потом буду слушать записи александр авенсон эзотерический консультант таролог семилетним а может быть уже восьмилетним стажем плюс у него свой youtube канал и сейчас очень необычный эфир тем что никаких ссылок там нет кроме как на мои два канала youtube вот вернее не помню какие две ссылки там да еще на канал музыка здесь потом я все это надо добавлю когда эфир закончится скорее всего завтра осень за это специально сделано отчасти для того что все-таки я уже как все не буду продолжал это с еврейским упорством повторять что я рассчитываю что все-таки какие-то донаты будут потому что делал этот канал уже полтора года он стал очень достаточно интересные два дочерних в общем-то и сегодня ну я 10 часов эфире поэтому надеюсь я чего-то такого заслужил и даже удастся добиться вот и мы сегодня александр но конечно же ну мы тебя поздравляем тем более ты сейчас из нас всех на самой самой природе вот чтобы тебя конечно не замело чтобы тебя было праздничное настроение чтобы ты обязательно снял но я думаю наверняка будет какое-то видео и которые появятся у тебя на youtube канале и там тем более прозвучало что это будет он несколько другой ну естественно чтобы дураки на дорогах не попадались ну потому что александр на машине ездит это ну и отменное здоровье и вообще боевого духа вот и еще извини что я не могу даже не дайте вставить слово мы с ним одновременно решаем какие-то творческие вещи на следующий год одна из них возможно 22 числа удастся поехать в москву особое число и может быть удастся все-таки на совместную съемку какой-то сделать но об этом будем к этому стремится до другое дело что это все достаточно условно пока просто идут разговоры такая вот нос еще какие-то другие но это отдельно вот у нас все не был другой наш коллега таролог ольга луграшвили она говорила некий прогноз и вот он может быть александр тоже что-то всегда людям интересно послушать прогнозы я сейчас не готов хорошо да но и как бы у меня сейчас такой возможности но я могу сказать как у зрителей может появиться такая возможность опять же заходите на мой канал проходите в самый низ там есть ну это интересно такой раздел там круглые так и такие эти сноски там александр винсон заходите к нему на канал за включайте последние видео это был прямой эфир и вот я не знал что это прямой эфир от к сожалению поэтому включил записи александр был не запланированный да вот но тем не менее я поучаствовал как прямом эфире и очень даже удачно могу сказать но ты из комментариев знаешь это может быть даже вкратце ты расскажешь чтобы это из первых уст что же там такое и что можно закрывалась колода тару тару это спешкой но вот такой вот первый был пробный я хочу эту традицию вести на постоянной основе это все будет вот в этом новом году у меня там все поменяется обязательно будут для зрителей подписчиков всякие приятные сюрпризы вот это был первый такой пробный шаг и в принципе принципе все удачно прошло да там было гадание предлагалось но загадать цифры да там 123 простенькая да я не буду говорить какой я загадал пусть даже и записи ну а какая разница собственно говоря что загадал туда и в общем то очень даже удачно потому что поэтому он такая вот рулеточка как говорится с неизвестным это поэтому очень даже но рекомендую чуть не настаивая кому интересно заходить и во первых но это совершенно другой канал другое качество очень там по-другому снят поэтому есть мойка канал тару 16 на 4 а есть вот александра так и называется александр винсон обязательно полюбопытствуйте так вот мы мне пишут что-то тут непонятно пока звонок так я честно говоря фиг вы знает что тут делать то как в этом ватсапе да то же самое все давай ладно попробуем позвонить соединение не отвечать я обмена что вообще не тот этот номер набираю потому что там что-то почему собственно нельзя через контакт разговаривали с вами не получается так может быть она здесь есть нету сандр тогда может небольшой заису тайна то еще откроешь да да на будущий год еще планируется на канале качестве этого такого рекламного с печаным сейчас но я хочу делать у меня будут обзоры обзоры на новые колоды такой будет просветительский немножко канал потом я буду больше гораздо рассказывать потому что интересно всем это расклады разные там на разные ситуации разные схемы раскладов обязательно прорублен продолжим говорить им этом как раз 3 от осталось отснять вот последние 8 руд и после этого ну когда мы позвать рассмотрим будут гораздо более глубокие интересные вопросы рассматриваться вот планы много возможно стримы будут у меня стримы тоже на регулярной основе хочу сделать сейчас думаю над этим ну и конечно буду стараться делать видео максимально информативно максимально качественно и чтобы было прям приятно смотреть и слушать а я буду александру помогать в этом потому что освоил достаточно мощная бс еще продолжая осваивать конечно же подскажу и надеюсь тоже поучаствовать в этих стримах вот и помимо это александр на моем канал 16 на 4 ну и на этом участвую мы будем продолжать серию про таро тот а еще двадцать две карты самых главных тоже все это сделаем это вот отдельная прям большая такая тема глобальная к этому надо основательно подойти потому что там серьезные вопросы так а я все-таки попытаюсь дозвониться вот тут уже то есть человек появился александр пожалуйста не уходи да да я здесь потому что там вообще просится быстро-быстро и туда обратно как говорится мелада привет привет ты в прямом эфире я нашел youtube канала вместе с нами александр авенсон с нами александр задумывайте милада каширина художник и путешественник конечно же вот и мы надо все вместе и весь чат и весь эфир тебя поздравляем с наступающим желаем чтобы дальше все и творчество развивался путешествия складывались чтобы ты сюда приехала в снегу мы тебя изволяем как говорится никуда ты не денешься вот такие вот дела и ты торопишься да я так понял это сейчас нет нет не торопишься а чужим ним ответа тут это так это тогда давайте да если не торопишься говори погромче пожалуйста спасибо большое за поздравление всех я тоже поздравляю с наступающим новым годом непростые времена не хочется про это говорить но и тем не менее все равно мы вместе благодаря тебе вот сегодня слушаю с четырех часов эфир мне очень нравится потому что многих знаю со многими общаюсь по творческой как сказать линии с как с людьми мы со многими общалась днем каких-то проектов поэтому очень здорово слышать людей потому что еще сейчас принято просто писать эсэмэс и мы про порой не то что не видим друг друга мы не слышим друг другу мы забываем голоса а вот сейчас благодаря этому эфиру мы слышим и как-то рядом находимся это очень здорово спасибо тебе еще раз взаимно взаимно вот я рад что мы дозвонились это и как мы сегодня перед эфиром на самом деле созвание где-то часов 12 говорили что будет какая-то самотоха будет много людей сейчас как раз много людей это вообще для честно говоря трансляция опасно когда 3 сегодня было больше людей тут даже какие-то зависания начали были но ничего мы держимся мы в эфире уже три часа 14 минут держится движемся дальше вот я просто одновременно тут пишу людям давайте все-таки раз никто не торопится саша зеленит помогает мне весь эфир вообще отдельное спасибо и саша тоже со страшной силой помогая и патрон на его эфира вот и конечно же по максу герману жива нам спасибо тоже помог с донатом и отдельно моим патронам постоянным просто шины волынский он будет сегодня в 2330 вот и конечно же григорий громов который где-то сейчас в питере вот надеюсь тоже выйдет на связь а также спасибо всем кто постоянно сейчас находится поддерживает чат что-то пишет и я надеюсь что будут еще какие-то донаты потому что но это такой вот итоговый эфир можно сказать полутора лет канала вот милада матвей рядом сейчас там с тобой находится нет я вот он пишет чат и чуть-чуть это мешает маленечко то есть так ладно нет и я его не вижу хорошо не рядом вот я думаю предлагаю все таки послушать музыку здесь я уже точно даже не помню какая композиция сейчас буквально придется по-видимому рандомно включать нужно хочется быстренькую причем все тот же коллектив значит пандан как говорится это jump и альбом jump into a там группа фэйвинг плизос по моему 5 можно конечно включить отключить сразу быстро пойму она не она она а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 это вот попробую сейчас дозвониться это самое анатолию марагаю а потом добавить александра винсона вообще музыка некогда слушать значит не подымает пока трубку анатолий привет с нами анатолий марагай анатолий художник и тоже из молдовы на сейчас он москве анатолий а сейчас пытаюсь также сорвался второй человек тоже добавить эту линию как слышно слышно прекрасно и поздравляем тоже сейчас напишу александр что подождал подожди занята вот плохо нет александр звоню к который в эти моменты очень классно два часа меня поддерживал когда я тут зависал на коммуникацию в это время что-то говорил эфир вот и так еще раз нами анатолий марага их художник вангардист наверно да так правильно сказать наверно наверно так будет да вот пожалуйста погромче потому что не очень слышно с нами также на связи милада каширина тоже художник поэт путешественник вот только что прочитал стихи возможно еще прочитает и конечно еще мы послушаем музыка сейчас анатолий конечно же от всего чат от всего эфира нашего поздравляю с новым годом анатолия причем дали мощные огромные картины и я буквально не знаю удастся не или нет дозвониться что-то не отвечает здесь классный такой художник божидар ивкович белграде то есть ему где-то лет 80 очень бодрый такой у нее огромные картины выше человеческого роста и вот такие же у анатолий я тоже на то ли желаю чтобы еще крупнее рисовал потому что анатолий есть вот этот ну размах такого мощного художника это классно я сам об этом мечтаю чуть только так с трудом к этому подхожу не так просто извини можно да да конечно говорит говорит недавно была на открытии выставки мы были с матвеем форточная выставку анатолия прекрасная просто нам сейчас расскажу как раз самый холодный день мы добрались до чистых прудов но нисколько не пожалели потому что внутри в помещении там была очень хорошая теплая атмосфера и снаружи потому что форточная выставка выставлены его работы и анатолий рассказал провел экскурсию на морозе а потом внутри еще рассказал подробно так что его можно поздравить с этой выставкой вообще была и милада и матвей и самые самые такие стойкие люди пришли и было очень приятно что реально в сам самый холодный самый холодный такой день был там прям жуткий был мороз мы только вышли на улицу меня прям пальцы сразу скрутила и не любитель холода и от этого еще два раза приять и было что ну как бы друзья пришли там поддержали меня и и так лестно отзываются о моей выставке хорошо мне просто сар тут прорывается я не могу или нет занята занята вот ну так вот случилось тут еще и венсон там ждет это попробую конечно не знаю удастся к анатолию в линию добавить раньше очень хорошо это функция работала а сейчас вообще не хочет вот один сон вроде бы можно добавить просто кому участь позвоню они тут есть эти фамилия раньше можно было текст набрать да вот пошел вызов александра винсона милада ты мне давай пожалуйста помогай до александр винсон снова вернулся к нам в эфир в это время еще прорывается саду праздник праздник все 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 одновременно я боюсь что долго не смогу быть потому что насчет совсем плохо хорошо нога поскольку александр винсон сейчас уходит давайте мы вместе вот и анатолий марага и милада кашир на и весь чат мы поздравляем вот александр и винсона с новым годом желаем но развитие возложите все канала всех снова да спасибо и чтобы через год уже может быть какой-то супер такой вот мы сделали все было подрос сверхглавный до радиоэфир может быть даже норме на двух каналах на две аудитории но при этом совмещенной ну наверное такое можно мне кажется может поэтому это не плана это намерение об этом у меня будет эфир уже 7 числа вот если еще что-то все друзья тогда секс новым годом да сам отключишься не буду я да 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 все это все хорошо с праздником вот так значит анатолий с нами александр винсон все пошел сугробы значит там он находится владимирской области сейчас как деревня название не знаю но точно там все очень-очень заметила это прикольно зимой стопить баню сходить там значит подпариться в ней на снег плюхнуться в обнаженном виде мы не будем употреблять слова голой вот а художники говорят обычно обнаженный вот анатолий милада вы здесь дал бы у меня вопросы к вам зашла обнаженную натуру как кому-то из вас приходилось рисовать я не я на улице дан сната рисовала нет это очень достаточно сложная вещь вот по крайней мере как фотограф я скажу что фотографии просто надо проверить на профессионализм фотографа надо предложить ему как раз обнаженную натуру потому что там просто но это ошибок не прощает как говорится эта история они что ли очень сложно вот а мы наверное я думаю так я все-таки как мне до сара дозвониться если она появилась есть она вконтакте нет и нифига попробую еще раз здесь маленькое стихотворение я буду пытаться звонить надеюсь но это сильно тебе не помешает конечно но чуть-чуть все пожалуйста него можно да 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 садовое кольцо автобус путь мы смотрим в окна чтобы не уснуть мы ждем рассвет как будто ждем беду и счастье ждем как будто ждем весну и часто дышим от затылок другу но редко в унисон друг другу одни идут как реки из машин не торопи события кретин относится потому что я тут все гоню гоню мне нормально все не обижаюсь это нету сара в списках тут у меня никак не позвонить были абсолютно вот ну что делать сейчас я напишу пожалуйста жди вот а мы будем дальше двигаться анатолий вопрос это ты здесь да сколько больше чтобы мне как-то сориентироваться в пространстве не понял в эфире сколько еще еще будешь находиться сейчас здесь не знаю там не я это самое в принципе думаю ну минут 20-30 наверно да периодически буду выходить потому что на мне главное горячее блюдо сегодня с него ветер кролик запекается давай тогда я все-таки 1000 отключится пойдешь кролика проверишь я позвоню саре а там как-нибудь мы еще раз попытаемся единственная просьба не звонить просто написать ну ты уже знаешь это хорошо но на 5 и случае я поздравлю всех потому что не знаю как вдруг не получится как сары ну да я хочу поздравить всех наступающим годом пожелать всего наилучшего в следующем году чтобы у нас главное было здоровье во первых во вторых чтобы вы могли как-то вот в этих тяжелых все равно условиях как-то развивать свои проекты и быть как говорится как как сказать постоянно в работе осуществлять свои замыслы стремиться к своим целям и чтобы наши мечты исполнялись вот так вот не всех и белладу и матвея всех все это самое вообще все движение один взгляд вперед жаль что она в истории уже ушло но я бы хотел чтобы у нас конечно может быть были были как и раньше на то ли я тогда тебя порадую ну потому что в нашем движении был еще один классный организатор он и есть любовь завела она была в эфире она сейчас очередной значит там устраивать мероприятие я думаю что может быть вокруг этого теперь будет продолжаться это тоже нормально что то есть была одна история потом вот вторая которая развивается мы поговорили классно поэтому тоже буду держать в курсе что еще но конечно раз уж мне сегодня доната не идут пусть они идут тебе потому что большие картины ну я сейчас начал не как раньше разводить краска крупную чуть ли не стюбика я понимаю какой это расход и у тебя видно же собственно говоря там это краски то будь здоров уходит поэтому пусть у тебя тоже появятся какие-то классные патроны которые будут помогать а ты сделаешь какие-то совсем большие шедевры потому что ну есть такой паспудное ощущение что еще лучшие картины все-таки у тебя впереди самые мощные это мне вот этого в первую очередь желаю какие дошли как художник но то есть дал жару вот все отключаю наступающим годом еще раз давай счастливо да так а я сейчас попробую набрать сару она лада в это время будет мне помогать пока звоню еще почитать но может быть просто поговорить потому что в любой момент сара может поднять трубку дима то у меня проблем немножко по звукам поэтому для плохо слышно а ты не хочешь контакта передать эфир слушала было вообще без проблем в контакт может перейти в контакт может перейти в контакт может перейти я помню лето и держусь за устье я призываю шепотом весну и отрываю новую страницу в календаре старательно не думаю и не грустно жда и забавно смотреть как и бывает этот год и капли осени как будто озираясь спешит скользит и тихо застывает в морозном воздухе прозрачного окна на ветках уж последние листочки и кажется вот-вот и колокол пробьет проснемся мы и птица запоет живи сейчас живи сейчас стучат секунды и бегут мгновения я ускоряюсь покупаю новый календарь сила с нами на связи с сара от их очень многогранный музыкант и художник и театров все на свете как говорится сара с новым годом да да доброе утро с новым годом да я сейчас поскольку у нас музыкальный эфир в котором нет да у нас уже полчаса не звучит музыка поэтому и мы сегодняшний эфир напоминаю всем кто его слушать не сначала именно с ее композиции снова еще не изданного альбома начали а после этого еще ни разу ничего не звучало сейчас специально сару тебя есть время то вообще находиться в эфире но сейчас да хорошо тогда музыка все таки потому что уж совсем давно ничего не звучало вот альбом планируется назвать мере у композиции еще пока никаких нет названий из них три не вошедших еще девять или сколько раз два три 4 5 6 7 8 вошедших третье которая пятая ну так бывает когда собираешь альбом сейчас мы ее послушаем а потом уже конечно пообщаемся так с аратах и на связи вживую и также ее музыка новая которая как я уже говорил сегодня очень много разных треков вот рабочих вариантов тем уникальных вообще-то лучшие уникальные главное радио эфир но но и и и и Продолжение следует... 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 все-таки вот об этих неприятностях что делать приходится справляться я попытаюсь сейчас еще раз дозвониться александр дороги надеюсь он подымет трубка сейчас кстати провалы в интернете начались потому что за вечер свалился александр снова сна с нами также дмитрий вот и давай-ка рассказывай об этом новом альбоме который мы не можем послушать зато в общем-то но люди могут пройти ну найти тебя пашу в интернете послушать вот и все а сейчас давай пользуюсь эфиром пиарь как говорится ну а собственно чего пиарить все есть в контакте да вот наша экспериментальный альбом на самом деле задумался немножко о музыке другие но каким получился потому что особенность того что все гитарные партии там с поспущенным басом местами звучит си отсюда построение всех гармоний еще понимать это ну кто понимает туда просто на кварту ниже звучит верхняя струна если не ошибаюсь но это то есть типа крепкой или но и послабже так что сухой или сухой или полусухой а так можно определить аналогии как можно провести здесь был просто послушать правда там из-за нехватки времени музыкальные композиции фортепьяно были адаптированы так можно сказать но если по-хорошему делать то на музыкальном план конечно уходит в общем на первое место выходит поэзия я со стороны гитары хочу сказать что клавиши все-таки должны были поддерживать гитару насколько это возможно но среди с ограничением времени возможностей так алина еда его тоже да с вами участвовал да вот она положила значительную долю этот альбом она жива можно сказать и записывала и сводила и колдовала надо оставшуюся частью недоделанных клавишных партий собственно я тогда обращаюсь к чату всем человек я даже знаю что как одного из этих слушателей зовут потому что меня интересовались когда живут дорогих а я сказал там будет с 8 там до 10 обязательно приду послушаю конечно хотели алину услышать и пашу но саша 7 изо всех но зато у нас есть фонограммы и сейчас вот как раз для поклонников коллектива санда даронев и павел карачин что я подозреваю саша этого не слышу это будет алина юдаева специальный трек для моего канала и я думаю дмитрию кардину тоже это сейчас все зайдет называется по-английски гагарин с флайт ну я думаю все все поняли да алина юдаева полет гагарина алина юда о там и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Саша, ты с нами? Да, да, да Вот, я смотрю, ну, там же Когда это разложено на компьютере Ну, видно там, больше, меньше звуки Ну, я-то смотрю на это, как художник И мне важна, ну, еще красота Вот этой ленточки Как раз там она присутствует Вот, а когда она разрушается Я даже ему, когда объяснял Говорю, Саша, смотри, равновесие Ну, весы перевешивают Так не должно быть Вот такими, понимаете Ну, подходами необычными То есть, может быть, конечно, еще кто-то так Другой дело, что далеко не первый Туполев, ну, вот, кстати Земляк, это мой Ну, я не здесь, я в Кимарах родился Он говорил, когда ему проекты приносить Говорит, это самолет летать не будет Почему? Потому что некрасивый Ну, это исторический факт Так и здесь это И вот, когда это все делалось гармонично А, ну, если же какая-то Некая сотворенная Вещь, ну, не просто Неподходящее, может быть, слово Но, тем не менее Будь это там стат Давида Или полотно Того же Да как же, вылетел из головы Леонардо да Винчи Ну, а она же полностью в гармонии Все это существует Продумано Естественно, это классно воспринимается И здесь, собственно, вот Тот же подход, как говорится От этого плясали И поэтому, вот, надеюсь, я ответил на твой вопрос Ну, вы же, или ушел от него Такое тоже бывает Тему, да, вот именно, чтобы развить Все правильно в том ключе пошло Просто меня все в последнее время удивляет Как авторы-композиторы Представляют космическую ткань Космическую материю Вселенную материю Перебью-перебью-перебью Со своего До уровня Я смотрю много видосов Просто на YouTube-канале Космос просто Ну, то есть, тоже под влиянием Нахожусь Это тоже сыграл, конечно Вот, так что Так мне пишут здесь Вот, Сангит пишет Это Сангит вообще Вот, он на голосовую связь не выходит Сейчас ему напишу Не знаю почему Вот Это самое Не удается Очень хочется вывести в эфир Очень хочется Сангит Очень невероятно Ну, талантливый музыкант Он делал клип Опять же Вот Мой Йоргий Прайдников С фотографиями То есть Это Но Даже Лешка Говорил Бурков Ну, гитарист группа Что Ну, клип-то не дурной Дело в том Что Сангит Будущим музыкантом Не по-тупому Размещал Вот, Дмитрий В продолжении Пашев Пандам нашего разговора А По нотам Там Что называется Все ставил Это классно Я Ну, опять же Даже Ну, не будущий музыкантом Это прочувствовал Это, конечно Офигенно Отдельное спасибо Сангиту И этот клип есть у меня на канале На музыку Рыбникова Вперед и вверх Называется Очень Ваще одна из моих Любимых песен Именно в этом варианте Потому что Есть большой вариант И что-то мне Он не настолько Как говорится А здесь, конечно Ну Калугин Бурков Бондаренко Русланов И Ветхов Ну То есть Группа Где Каждый музыкант Личность Супергруппа Конечно Российская Вот Они сделали Мощно Так что Им тоже Отделили Привет и респект Вот И тоже Была такая же В четырнадцатом году Работа А сам А это уже Другой клип Это тогда Потом Вот Может быть Если дозвонился До Олега Чекодаря То тоже Поговорим Давай музыку Наверное Слушать Все-таки А тот Че-ник Там У меня Ща Выкипит Алло Кажется Кто музыку Ставит Я ставлю Саша Здесь Или ушел А я тут Да Вы Когда Ну То есть Это Я Понимаете Окна Переключаю Тут Просто Вот Как это Это Пианист Прям Что называется Так Павел У нас Там Карачин Итюд А вообще Одна из моих любимых В общем-то Вещей Паша Она вошла В мой Прямой эфир Дом в лесу Идеально зашла То есть Там тоже Вот Это набор Фотографий Надеюсь Я следующим летом Освою Все-таки Видеосъемка На фотоаппарате И что-то Будет еще Более Интересное Но А там Буквально Это Причем Представляете Сладшоу Которые На ходу Делается В прямом эфире То есть Приходилось Все просчитывать Но смотрится Классно И тут даже Некоторые гости На моем канале Я помню Они летом были Видели Ну все вместе Это очень доставляет То есть Сам текст песни Ну очень Достаточно Определенный И вот это Там Ну на фото Разрушенный дом В лесу Это конечно Ну очень-очень Классно Паша Опять же Отдельный респект Поздравление С Новым годом И конечно же Ну его трек Мы сейчас Послушаем А я В это время Успею налить чай На кострах Не сбывшихся надежд Горит белый свет Горячечный бред Зарождается Где-то в груди Трудно идти Если не видеть Перед собой Путеводный маяк Своры собак Воют уныло Из темных углов Кто не готов Встретиться с ними Один на один Прячется В свете витрин На кострах Не сбывшихся надежд Годы горят Медленный яд Разрушения Точит скалу На грязном полу Лужа Похожая цветом На кровь Слезы богов Падают вниз На траву Холодной росой Знает любой Всякий Кто смеет босой Бегать по этой траве Безусловно Святой На кострах Не сбывшихся надежд Сгорают друзья Больше нельзя Их голосов Различить Право самоубийц Выбор Тонуть Или висеть Или лететь Боги простят Всех заблудших овец Скорый конец Чувствуя Враг твой Безмолвно Кричит Сквозь стекло И бетон Он тоже Прощен На кострах Не сбывшихся надежд Полыхает любовь Поленницей дров Воспоминания Томные Рядом Лежат Их порождать Больше не в силах Ни сердца Ни мозг Соблюдающих пост В память О долгих И праведных Снах Добрые люди Обяжут К счастью И свету Идти в кандалах На руках И ногах С молитвом На кострах Великой Всеобщей И жгучей Вины Надо познать Право и силу Бегущей на берег Холодной Бурлящей Волны И все Спасимы Ну вот Такой замечательный Идет от Павла Карачина В общем-то Пожалуй Одна из самых Моих любимых Из его Произведений У кого-то Очень что-то мешает Обратная связь Пожалуйста Выключайте YouTube А то Буду отключать Это эфир Так Дмитрий Здесь Да Саша Здесь Тут Пока еще Да У кого У кого YouTube Включен Выключите Все отключено Ну вот Сейчас Да Вроде бы Так Надо Еще человек Простите Я попробую Сейчас Дозвониться А потом Стихи Надеюсь Все-таки Это удастся Готовы Стихами Ты Да Готов Так Сейчас Я посмотрю Определиться Она у меня Есть Сейчас Чтобы Не ждал Саша Твою линию Да Идет Идет Сигнал Подожди Надеюсь Удастся Просто Ну К Марушкину Не сразу У нее Там Тоже Это Ну У всех Своя Особенность Как Говорит Юрий Приветствую Привет Юрий Марушкин Художник Вот Просто Художник Без Всяких Приставок Очень Мощнейший Из Города Москва Юрий С нами На связи По Фейсбук Александр Доронев Музыкант А Вконтакте Дмитрий Коргин Из Мурманска Тоже Художник Тоже Близкий Тематически Но Сейчас Пожалуйста Юрий Ну Время Есть У тебя Достаточно Чтобы Оставаться В эфире Ну Немножко Есть Тут У меня Это Я Единственное Не могу Никак Сделать Погромче Себя Ладно Тебя Верни Да Ладно Это Сейчас Просто Ну Поскольку Мы Приготовились Александр Дмитрий Будут Читать Свои Стихи Поэтому Надо Будет Просто Подождать В тишине Пожалуйста Александр Да Сейчас Можно Сказать Пишу Стихи Не часто Но Иногда Что-то Получается И вот Про Гагарина Как раз Очень Что-то Хрипит Микрофон Пожалуйста Дальше От микрофона Подальше Вот так Нормально Ну Чуть 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 Нормальнее Но не совсем Так А вот так Ну Вот так Хотя бы Давай Вот так Нормально Да Так Значит Первый Полет Удивлять Не перестанет Красота Небес Полон Мир Вселенских Таин Манит Звездный Блеск Хоровод Созвездий Кружит С ним Парад Планет И огни Комет Хвостами Пролетают Вслед Ось Земная Продолжает Постоянный Бег Вокруг Солнца И весною Тает Белый Снег В это Время В день Апреля Много Лет Назад Свершил Полет Гагарин Первый Космонавт Он ее Увидел Первым С дальней Высоты Вдохновленный Красотой Узбывшейся Мечты На востоке Грациозный Вскресил Он Рассвет За орбитой Космос Грозный Передал Привет Тот полет Сто восемь Долгих Подарил Минут А герой Огнем Небесным Тав Вернулся Вдруг В атмосфере Видя пламя Молвил Я горю Приземлищить Получил Не дай За церену Так С тех пор Награды этой Каждый Космонавт Удостоен И отважно Чтит Земли Обряд Лишь Одна Планета Наша Дарит Людям Жизнь Нет ее Милее Краша Землю Береги Хорошо Вот Такая Да Да Главное Саша Не включай Звук Во время Трансляции Будет Вообще Замечательно Во время Трансляции Я слышу Что Слышать Тебя И все Выключи Динамит На телефоне Дмитрий Тоже Я думаю Уже Готов Алло Что-то Дмитрий Дмитрий Пропал У нас Дмитрий Здесь На связи Есть Но Сейчас Я наберу Еще раз Я могу Еще Одно Почитать Подожди На борт Что-то Идет Сейчас Да Давай Я Все Таки Звон Ага Ты мне в контакт Звонишь Тебе Да Точно Слушай Идет Набор Да Да Ну Нет Я могу В какой-то Момент Ошибиться По причине Отвлечения На чай Почти К экватору Подходим Вот Дмитрий К нам Вернулся Симбол К нам Вернулся Да Как Дмитрий Готов Свои стихи Декламировать Вот Я Сейчас Нашел Маленькое Надо Открыть То что у меня Связь пропадала Я Настройку Другой Включал Другой Частоту Связи Слышно Меня Да 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 Пожалуйста Я Пока Еще Это Сейчас Открываю С телефона Говорю И с телефона Буду Зачитывать Тогда Мы Поздравляем Юрия Марушкина С Новым Годом Желаем Первую очередь Юрия Здесь Да Крепкого Здоровья Для художника Важно Особенно Рисую Крупные Картины Масштабные Главное Быстро В одно Мгновение То есть Надо Что называется С силой Ну Моет Я так думаю Может быть Юрий По другому Как то Это делает Но то Что они Большие Необычные Это уж Точно Поискать И Иногда Именно Тот Случай Что Картины Юрия Марушкина Что Божидара Ивковича Они В интернете Вообще Не Очень Понятно Порой Так что Юрий В первую очередь Здоровье И конечно же Но Дальнейшего Творческого Развития Вот И чтобы Ну Какие-то Выставки Еще Что-то Происходило Такое Вот Такое Поздравление И пожалуйста Тоже Тебе Слово Пока Дмитрий Готовится Я вас Всех Хочу Ребят Поздравить Чтобы Все Это Дело Все-таки Немножко Закончилось Я имею Ввиду Вот Это Все То Надень Маску То Сними Маску То Не Ходи На Выставку Все-таки Хотелось Понемножечко Чтобы Все Эта Жизнь Наладилась Так что Для художников Это Очень Важно Потому Что Выставлять Одно Дело В Интернете Там Много Народу Видит Но Все-таки Как Дим Ты Правильно Говорит Надо Именно Вживую Вообще Все Эти Вещи Выставлять И Смотреть Это Было Шикарно Но Надеюсь Все-таки У нас Что-то Наладится И Будет То Есть Может Все-таки Будут Хорошие Выставки Хоровые Ну Такие То Народ Будет На них Ходить Но Посмотрим Потому Что Как Говорится У нас Чего-то Немножко С Выставками Вернее Они Есть Выставки Но Народ И Так На них Честно Говоря Не Очень Ходил А Тут Вот С Хорошие Выставки И То В общем-то Больших Проблем Нету Аж Народ Там Мало Ну Не Знаю Короче Что касается Весток Я считаю Что Сейчас Пришло Время Перформансов В общем-то Когда То Сделаешь Вадим Присед В один День И Те Кто Хотели Прийти Они Придут Ну А Потом В общем-то Все-таки По Большому Счета Картины Пыляться Это Опять Если Когда Кто-то Финансирует Ну Тогда Это Другая Уже История То Есть Тут Вот Такое Мое Личное Видение Любой Художник Конечно Можете Согласиться И Согласиться И Какой-то Свой Вариант Предложить Не Жду Ты Тут В принципе Прав На Счет Всего Этого Когда Кто-то Вкладывает То Тебя Устраивает Вы Это Хорошо А Когда Понимаешь Когда Ты В Большой Толпе Очень Часто Делаешь Выставки То Там Как Правило Как-то Все Это Размазывается И Не Может Донести Ни Мысль Ни Идеи Ничего Юрий Юрий Не Всегда Как раз Наши Выставки Один Взгляд Вперед Никто Не Размазывался Всех Было Видно Очень Важно Конечно От Того Кто Развешивает Это Если Человек Это Умеет Сочетать То Все Видно И Большую Работу Или Наоборот Можно Даже Большую Работу Спрятать Чтобы Совсем Ну Я Поддерживаю Потому Что Он Правильно Размазывается Авторская Авторская Авторский Почерк Размазывается В Этой В сборной Выставки Когда Представлены Народа Авторов Который Несет Свою И Например Если Ты Представляешь Свою Вот То Она Теряется Смазывается Безликая Становится Тогда Персональная Выставка У художника Тут Художник Полностью Представляет Себя Свой Проект Свой Замысел И Тогда Для Зрителя Становится Больше Понятного Куда Они Пришли Что Они Видят Дмитрий Еще Раз Персональная Выставка Она Сборная Выставка Все Смазывается Да Нет Дим Тут Такая Вечь Получается Что Понимаешь Когда Ты Выставляешь Ну Свой На Персональной Выставки Ты Каждую Работу Подчеркиваешь Своей Работой То есть Нектою Работу Ты можешь Свою Притушить А Эту За счет Этой Притушенной Работы Ее Выставить Более Емко Так Более Ярко Понимаешь В чем Дело А Когда Ты Выставляешь Чужие Работы Твоя Между Чужими Ты Должен Поставить Их Все Так Чтобы Все Работы Не Были Не Давили Друг Друг Я Равно Так Делал У Тебя Меньше Но Это Вот Когда Честный Человек Делает Выставку То Есть Он Заинтересован Показать Всех Людей Иногда Бывает Что Куратору Ему Лишь бы Деньги Собирать Куратор Купить Какого Одного Художника В смысле Того Что Понятно На Фоне Других Он Притушает Другие Работы Чтобы Вытащить Другу То есть Вот Эти Да Я Собственно Когда Была У нас Выставка Пош Такая Чуть Не Со Скандалом Открытия Ты же Был Тогда На Связи В Эфире И Твоих Было Много Они Большие И Я Просто Ну Их Чуть Чуть Именно Повесил Просто Свою Совсем Белую Работу 40 60 Ну На Сам Деле Выровнял Это То есть Не то Что Я Там Убил И Спрятал Они Так Заметны Но Так Все Так Делал В Других Залах Совершенно Конечно По Другому Но Каждый Раз Старался Всех Показать Иначе Ну А Какой Смысл Сада С Нет Все Правильно Я Ничего Про Когда Ты Делаешь Я Смотрю Вот Смотрел Открытие Плюс Твои Помни Помнишь Я Все Время Говорил Дим Сними Мне Все Эти Интерьеры Ну Да В общем То Ты Очень Грамотно Мне Во всяком Случе Кажется Грамотно Хорошо Ни одна Работа Не забивает Другую То 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 Честно Говорим Молодец Большой То То Тебе Конечно Можно Заниматься Выставками Но К сожалению Нет Я Сейчас Занимаюсь Но Уже Пока Тяжело Озвучивал Просто В формате Перформансов И не здесь В ближайшем Я уже Тут не раз Говорил Эфир Это В Риге Где-то Наверное Либо В январе Либо Ферраль Там Надеюсь Все нормально Дойдет Это С опилкой Это Мы с Шими Так По ссылке Называем Так Дмитрий У тебя Какая-то Связь плохая Что-то Хрипит Давай Наверное Все-таки Стихи Тут Еще Люди Подходят И мы Как-то Будем Дальше Уже Двигаться Да Добро Ссори Что я Так Вот Мне Приходится Иногда Регулировать Эфир В конце Концов Направо Так Ну Я готов Прочитать Свою Маленькое Четверостишко Думаю Зрители Одобрят А вы Видели Как камень Плывет По асфальту Вы Ныряли В озера Бетона Вы Рубили Мрамор Воды Это У меня Даже На заставке В моей Группе В моей Моей На моей Странице Есть Легче Будет Найти Меня В интернете Давай тогда Музыка Еще Немного Давно Уже Не играл Коротенькую Такую Штучку Витрий Я сейчас Пока Прощаюсь С вами Вот Тут у меня Гости Пришли Спасибо Что зашел Поздравляем Еще раз Это Рядно Вас Так же Все Может Я еще Присоедюсь Там Там По ситуации Потому что Ну Вот Эфир С самого Начала Буквально На секунду Был Пустой Со мной Так И постоянно Можешь Еще Один Момент Да 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 Я Вот Кстати Темную Материю Послушал Да Ну Ну В общем Мне Понравилось Притом Такой Вот Это Вот Как Это Повторяемость Блоков Она Вообще То есть Надо Вот Просто Сейчас Я пока Не буду Один Надо Целиком Аппаратуру Врубить У меня Все Так Ты Сам Видел Там Аппаратура Такая Где-то Порядка На 80 Ватт Послушайте Крышу Должно Снести Есть Груф Танга Чай Ты Опять Как Вот Я Не помню Ты Уже Был В этот Момент В эфире Дмитрий Мне вопрос Задавал Я На Саму Эту Диаграмму Музыки Как На Картину Ну Вот С Таким Подходом А Саша Ну Поскольку Ему Удаётся Меня Слышит А мне Удаётся Ему Донести Эту Историю Он Понял О Чем Это И Это Сработало В общем То Ну Опять Мы Говорим О Гармонии Что Развешит Выставку То То Я Кстати Это Не секрет Где Я Случился Дома Постоянно Появляются Какие-то Картины Фотографии И Приходится Перевешивать То Ну Вешаешь Одну Какую Конечно Женой Это Вырабатывается Определенно Опыт И В общем То 20 лет Назад Не думаю Что Мы Какую Темную Материю Сделали Прозрачные Это Не Получилось Ба Сейчас Вот Так Вот Уже Такая Космическая История Как Говорится Так Что Вот Ещё Раз Поздравляю Спасибо И Чат Со Связи Пожалуйста Сам Отключайся Потому Что Мне Никак Это Не С Успехов И Вдохновения Всё Счастливо Так Дмитрий Я тоже По обстоятельствам У меня уже Звонят Хорошо Сам Тогда Тоже Меня Тебя Поздравлять У меня Тоже Тут Друзья Семьи Пришли Саня Буквально Секунду Для Зрителей Дело В том Что Мой Проект Музыкальный Продюсерский То есть Не только Сара Не только Саша Зеленюк Александр Даронях Также Участвуют И Просто Из-за Того Что Ну Основной Альбом Естественно Павла Карачина Я Здесь Достаточно Дополнительная История Но Он Готовит Альбом И Он Тоже Выдет У меня На Канале И Это Альбом Его Будет Ну Полностью История Как Говорится А Второй Альбом Это Будем Мы Делать Совместно И Там Я Естественно Вмешаюсь Надеюсь Очень Мощно Это Тоже Будет Классно Конечно Это Коллаборация Я Надеюсь Это Состоится Вот Уже В Следующем Году И Все Услышат Будут Еще Конечно Ну Есть Намерение Еще Сделать Такие Большие Главные Радиоэфиры И Там Мы Это Продолжим Все Саша Счастливо Пока Пока С Новым Годом А Он По-моему Отключился Ты С нами Да Я Слышал Я Я тут Я Тебя Поздравляю Хвалю Там Ординам Я Слушаю Слушаю Да Очень Это Все Хрипит Поэтому Я Закрываю Окно Ладно Все Услышаться С Новым Годом С наступающим Новых Творческих Успехов Всем Все Счастливо Погравим Так Закрыть А с нами Остается Дмитрий Каргин Дмитрий Здесь Я Сейчас Тоже Буду Прочаться Я Уже Мол Все Ветераны Феры Потому Что Тут Саша Зеленек Но Он Еще Вернется Был Два С половиной Часа Тоже Помогал Помогал Ну Понятно Это Его Альбом Но Еще Альбом Ивана Размайинского И давай Так Ну Ладно Или давай Ладно Прощаться Потому Что А я Буду Двигаться Дальше По Эфиру Чтобы Тебя Не задерживать Потому Что Если Я Поставлю Размайинского Инструменталочка Там Рубить Мрамор Воды Да Слушай Золотые слова Ну Все Счастливо Дмитрий Счастливо Да И сделай Пожалуйста Это Только Лучше С Ютьюба Потому Что У меня Двойная Танц Ссылка Ну Перепост Свою группу Вот Главную Ради Эфира Который Идет То есть Там Сам От себя Что Хочешь Напиши Просто Ну Знаешь Когда С Ютьюба Делать Перепосты Нажимаешь Поделиться Это Может быть Еще Кто-то Присоединится И тебя В записи Послушают Вот Такие Вот Дела Все Давай Счастливо Пока Пока Так Все Я Один Остался Здесь Из Четыре Зрители На Канале Пожалуйста Напишите Как Слышно Какие Песни Хотите Услышать Вот И будем Двигаться Дальше Вот Появилась Ольга Чуткова Я Попробую Ее Сейчас Позвонить Совершенно Так Вот Оно Идет Надеюсь Да По времени Уже Как раз Пора Оля Добрый вечер С Новым Годом Дима С Новым Годом В YouTube Канала Петров Тверской Мы тебя Поздравляем Ольга Чуткова Художник Спасибо Дима Спасибо Каналу YouTube Петров Тверской Всех Поздравляю С Новым Годом Желаю Творческих Больших Успехов Счастья Личного И огромного В Новом Году Всем Всем Желающим Денег Побольше И удачи И удачи во всех Делах Хорошо А еще Один Шоумен Он рядом Он сможет выйти на связь Шоумен Который рядом Сейчас позову Ваня Подойди сюда Пожалуйста Дима Ваня Ваня Подойди Подойди Вы сколько Вы сколько Вы сколько можете Еще В эфире Находиться Скажите Мне Пожалуйста Кто Я Ну И ты И Оля Но не очень Долго Да Я расскажу Историю Как мы познакомились С Иваном Это было В каком-то Клубе Московском Причем По-моему Не Нахимовская Релакс Это был клуб Да Я был с группой Балфора А Ваня Был Собственно Своей собственной Группой Атропиновый кролик Вот Наше выступление То ли было Впереди То ли позади Я не помню И вот он Вышел на сцену В тот момент Он был Такой очень Хайраст Это конечно Был Абсолютно Один в один Профессор Из фильма Назад В будущее Я думаю Все видели Вот Это выступление Я это вижу Я понимаю Надо с этим человеком Знакомиться Причем Ну я совершенно Не понимал Как это Но это меня Ни разу Не остановило Я пробежал В гримёрку И каким-то Магическим образом Быстро В общем-то Ну коллаборация Состоялась Нашлись общие темы Ну вообще Был тогда Такой период Когда То есть Масса таких У меня знакомств Было Как говорится И с разными Известными И не очень Музыкантами Ну сейчас Самые известные Мы и здесь В этом моем эфире И это Иван Чарушин А дальше все Пошло-поехало До такой степени Что я даже Выступил С этой группой Совместно Да Дима Ты расскажи Как Фуринолу Нарисовал у меня На шкафу Вот да Поскольку Ваня Когда рассказывает Он дополнительные факты Придумывает В силу того Что ну Я не придумываю Я вспоминаю Ты что Не рисовал Фуринолу У меня на шкафу Вот А я был у Вани И была такая история Что с нами был еще один друг И он дал На пропой нам денег Мне Ну сделал он при всех Естественно Мне заныкать не пришлось Пришлось потратиться И мы сидели у Вани Было холодно И было там Невероятно Абсолютно Вот Я от этого Пришел в некий Вообще Ну Не знаю Вот Вани может Медицинский диагноз Даже назовет Как это называется Это весь мой диссонанс Как говорится Это И Я понял Что надо это усилить Состояние Поэтому взял маркер Вот Нарисовал Как раз Это самое Фуринолу На шкафу И что то По моему Даже на подушке Нарисовал Вот Это Такая реакция На Создавшаяся Как говорится Ситуацию Была Вот Это было конечно Мощное Впечатляющее А потом Да Мы уже С тех пор Очень и очень Плотно Подружились Вот Я выступал В группе Атропина И кроликов В качестве Хемули То есть Собственно Я занимался Тем Что Побивал Ваню На сцене И По моему Даже Так Было Даже Как то Не очень Удачно Но потом На последнем Выступлении Я достаточно Провально Выступил И на этом Моя карьера Шелмена Закончилась А Ваня Все это Продолжилось А сейчас Он конечно же Лидер Собственной Группы Дисфория Но у меня Здесь нет Ее записей Поэтому В общем-то Вот он Здесь сам Своим голосом Ну и Оля Чуткова Тоже с нами Ну давайте Наверное Все-таки Мы послушаем Музыку У нас Музыкальный Эфир Вот Я думаю Коротенькую Вещь Ну чтобы Долго Как говорится Вот Это будет Группа Мэтхенетк Да Не потому Что любит Разные Тоже Сложные Штуки А группа Не звучало Люба Завьялова И вот Такая Коротенькая Штучка С последнего Альбома 2000 года Альбома 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 И совершенно не случайно, потому что достаточно чем-то близко к коллективу. Отчасти дисфория, тропинный кролик, как, Ваня, считаешь. Так, а по-моему, они отключились. Вот, ладно, движемся дальше. Может быть, сейчас удастся еще одному человеку дозвониться. А может, нет, как получится. Так, если кто-то меня слышит, пожалуйста, пишите в чат, как там все это происходит. Олег Чиготар, мы поздравляем тебя с Новым годом. И ты сейчас в прямом эфире моего YouTube-канала. Тебя слышит весь мир. Ты готов дальше оставаться в этой трансляции хотя бы минуты 2, 3, 4, 5? Ой, как славно. Да, вот так, вот так. Олег был уже однажды у меня в эфире. Мы сейчас быстро-быстро пообщаемся. Тем более, что буквально через 6 минут я ожидаю из Гамбурга звонок от Сергея Любченко. И сразу расскажу Олегу. Художник, очень необычный художник в фэнтези. То есть есть все такие. И Олег, у меня для тебя классная новость. Твоя картина уже в Израиле, в Шиме-Волынске. Так что ты, в общем-то, уже в международном уровне художника. Стала очень классная, кстати, картинка. Вот. И была классная у нас история с Олегом. То есть когда мы делали фестиваль Лады, вместе оформляли. И вот очень-очень много на природе там понарисовали всего. Но дело в том, что это не какие-то привычные картины. Это были какие-то непонятные доски совершенно разных размеров. Которые, в общем-то... А по-моему, ты же их и принес, да? Не, я брал той. А может, Гриша наш. Да, краски мои, а доски не помню. Вот. И дело в том, что я всегда же медленно рисовал. А тут не было вариантов. Приходилось быстро что-то сочинять. А Олег вообще быстро фигарил это. А потом, ну, эти картины нещадным образом, в общем-то, сверлились, прикручивались к столбикам. Столбики расставлялись. Ну, это был квест, короче, мы нарисовали целый. И какие-то работы... Да, было тогда интересно. Да, разошлись по коллекциям. Какие-то до сих пор там находятся в этой деревне. В общем, классная такая была история. Вот. Это, в общем-то, такая вот у нас совместная была выставка. Там, вернее, было еще и на заборе две выставки. Тоже многие художники были. Вот один взгляд представленный. И Олег, собственно, из нашего этого сообщества, которого, в общем-то, нынче уже нет. Но будет, видимо, что-то новое. Оно здесь назревает. То есть, он даже в эфире. Вот такие вот дела. Еще Олег очень классно собирает видео. Ты по-прежнему, да, этим занимаешься? Да. Вот. И дело в том, что мы говорили про видео 14-го года Сангид Самасхан, который делал Сергей Правильников. Но позже у меня появился еще один клип. Тоже весьма неслабый. Мы уже, в общем-то, с Олегом вместе. Большую, конечно, часть он делал. Это с группой The Rastonet, московская. То есть, это уже другой стиль. Именно Стоунеры. И там уже не фотография, а мои картины. Какое-то там огромное количество. В общем, Олегу пришлось чуть-чуть со мной помочь. Потому что, будучи перфекционистами, конечно, все это доводило до самого, как говорится, точности-точности. Но в итоге сделали. Это классно. Это и есть на моем канале. Называется по-английски The Rebirth Supreme. Перерождение или Возрождение. Я не помню, как это. Перерождение, по-моему, супрематизма. Так что, опять же, кому интересно, можете посмотреть. Вот. Я сейчас не буду пытаться тут ссылки делать, чтобы, как это, эфир не нарушать. Так что, Олег, тебе офигенное спасибо за этот видос. Я тут пытаюсь к этому Вегасу поступиться. Я, да, надеюсь, ты сумеешь все-таки однажды доехать сюда, до меня. И просто какие-то мелкие азы покажешь это. И тогда уже, ну, то есть я уже совсем разберусь. Потому что, ну, то есть вот, самой мелочи не хватает. Поэтому, помимо поздравлений и такие вот предложения. Ну, и если, опять же, ты от себя что-то хочешь сказать в эфир канала, прежде чем отключиться, то это как раз то самое время пришло. Ага, я поздравляю всех с наступающим годом. С наступающим Новым годом. Нормально, нормально. Так, то желаю всем творческих успехов. И чтобы у всех все было хорошо. Да, это Олег Чеботар, поселок Спиро, оттуда же, откуда Григорий Громов. Хотя ты, может быть, и в Твери, еще где-то еще можешь находиться. Нет, я сейчас... У себя, да. А я здесь, ну, по расстоянию, это самый ближний космический объект ко мне. Ну, просто смотрю. Канал просто космос, и поэтому вот так масштабно стал мыслить. Так что вот такие дела. Ну что, тогда разбегаемся, наверное, да? Потому что все-таки для тебя это было неожиданно. Спасибо, что ответил. Вот. Ну, сюрпризы, приятных сюрпризов в следующем году, как говорится, я думаю, еще чем-то намудримость. Давай, счастливо, пока. Так, авокон. Так, ну вот, да. Замечательно. Тоже очень хотелось, конечно, да так. Он, отлично, наконец-то, Александр. Скорбогатов. Мы его ждали в 6 часов, ну вот, на 3 часа задержался, но ничего, ну вот, Александр Скорбогатов, музыкант из Санкт-Петербурга. Вот, и мы дождались, наконец-то, Александр, как слышно? Да, не, хорошо, я все хорошо слышу, да. Да, пожалуйста, погромче, в прямом эфире нас слушают, ставят лайки, пишут комментарии. Мы, конечно же, слушаем музыку, но прежде, конечно же, поздравляю с наступившим годом, и опять же, в продолжении нашего эфира, который был недавно, желаю, чтобы ваше вот это возобновленное сотрудничество с Иваном Розбодинским вырвалось в очередное, ну, музыкальное такое, нечто мощное, вот, а сейчас, или, наверное, давай, пожалуйста, сперва те слова, а потом мы все-таки послушаем композицию, на которой, ну, у меня есть на канале, в которой тоже, в общем-то, ты играешь. Алло. Да, алло, да, 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 да. Или сперва музыку. Ну, сейчас тут у нас чего-то тут, ну, немножко технически настраивается, давай, может быть, начнем с музыки. Да, ну, а по-прежнему тихо слышно. Да. Вот. Я не могу на Facebook переходить, потому что должен Сергей Любченко появиться вот-вот. И, ну, чтобы линию... Там иногда удается, конечно, двоих человек соединить. Вот, сейчас поищу его сперва. Так. Пока не видно. Так, ладно, запущу музыку сперва, а потом буду искать там спокойно во время эфира. И сейчас будет группа Развитались, очень редкая композиция, но недавно. Ну, то есть, собственно, это два альбома, которые 20 лет лежали в архиве Ивана Розманинского. И, еще раз, Александр Скоробогатов, музыкант, значит, лидер собственного проекта Эгой. И, пожалуйста, я не знаю, как по-гречески произнести. Он просто произносится Эго Эми. Да. Вот. И есть даже это на баткампе эти записи. Но, помимо этого, Александр самый-самый первый участник группы Развитались. То есть, на втором именно демо-альбоме он был. Вот. И это сейчас уже есть на канале Музыка Здесь. И мы сейчас просто, ну, послушаем, он сыграл соло в последней композиции. Именно вот это. Инструменталочку сейчас найду, и мы ее поставим. А в это время, может быть, что-то и со связью там наладим. Называется она Concentration, правильно? Да. Итак, Роза Виталис, второй альбом Nice Edge, если я правильно произношу. Композиция последняя в альбоме Concentration. Иван Размайинский. И на гитаре Александр Скоробогатов. Слушаем. Танец. Роза Виталис. Иван. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 возможно вы даже не знаете друг друга если нет только нет к сожалению нет ну вот будем знакомым вконтакте вы слышите да очень два уникальных музыканта на что со слов и как иван и я сам мог убедиться александр очень невероятный гитарист вот сергей это еще мы тут с ним кстати рассуждали как ну я жива на называют музыкант композитор а сергей у нас музыкант и композитор но то есть все таки есть как мы решили маленький монет момент отстраненности поэтому без дефис все-таки вот и он участвует именно в проекте компошеннайзер и в том числе на экзотических инструментов сергей поздравляем тебя конечно же с новым годом ну желаем чтобы дальше это твоя студии то что вот это развивалось ну и здоровье естественно отменно и в общем то я наверное предлагаю сразу поставить все-таки твою композицию а потом уже каком-то может быть мы даже и обсуждение перейдем все-таки у нас музыкальный эфир хорошо наступающим александр вопрос сколько можешь находиться в эфире я думаю что где-то там полчаса сейчас хорошо хорошо не там 10 но там уже тоже ну то есть тут вот нон-стопом просто гости понятно хорошо и до 10 минут прекрасно да потому что даже это буквально на два раза было бы я был что называется две-три секунды но один в эфире тут же вот все так сергей лученко и вот она у нас тут сергей пожалуйста тут просто название я даже не знаю как прочитать секс и кривыч что-то типа кощунство что ли а вот так вот ну вот так получилось да у нас вообще сначала эфир чего-то пошел криво чуть-чуть я на самом деле забыл это движок на микшере собственного микрофона включить конечно меня люди не слышали не получилось а потом но уже где-то это было пять часов назад мы уже экватор прошли еще пять часов впереди эфира а может и больше если там как пойдет и вот об одном поставил композицию карантин группы тела и все нормально вот так вот как-то странно сложилось там и сейчас я все-таки запускают эту композицию очень по-своему интересно очень много сегодня вот такой у нас ну именно и прогрессив и какой-то и техно музыки и при этом эфир но он не громкий по-своему я бы не сказал что ламповый транзисторный какой-то сбой необычный это радует потому что если летний был все-таки довольно такой душный во всех смыслах то сегодня он очень душевный я был вот вот такой слава и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И это был трек Сергея Любченко с композицией буквально последние дни уходящего года записанной. Вот. С неожиданной паузой. Микшер у меня был отключен, поэтому зрители не слышали. Я уже собирался говорить в тот момент. Александр здесь, слышно, да? Да, здесь. Да, Сергей здесь. Алло. А Сергей что-то у нас пропал. Наверное, отошел, да. Александр, ну вот прозвучала, опять же, твоя музыка, Сергей, 20 лет разница, при этом, ну, все равно что-то есть во всем этом общее. И даже мы еще одну композицию другого человека послушаем. Как вот считаешь? То есть какие-то, ну, понятно, мы не будем сейчас говорить о качестве записи, а именно, собственно, речь идет в самом материале. Нет, конечно, это в данном случае одна и та же, в той или иной степени можно сказать, что это одна и та же позиция прогрессивного рока. И, конечно, у нее разные проявления. Он может там быть более тяжелым или легким, или он может быть там с упором на гитару, или там на клавишные, на синтезаторы. Он может быть с большим акцентом на рок-музыке, или же вообще с уходом от рока в сторону там электроники, или же там классики, еще чего-то. Но все-таки какие-то общие элементы, конечно, есть в том смысле. Хотя бы один такой простой общий элемент, как практически обычно за этим скрывается, такой слабый, вообще почти полностью отсутствующий желание у музыканта специально нравится широкий пункт. Это мы видим в обоих случаях. Извини, было не очень этот момент слышно. Вот последнее предложение. Да, вот я говорил о том, что общие моменты это прежде всего такая непопсовость. Ну, я даже сейчас лично для себя решил это слово вообще не употреблять. Есть хорошее немецкое слово «шлягер», в общем-то характеризующее. И как раз да, тут не приходится говорить, но этого точно уж нет. А именно есть определенное погружение, что называется. Да, хотя в то же время, конечно, среди прогрессивных музыкантов, особенно в 70-е годы, были и те, которые сочиняли шлягеры, в том числе. Может быть, не желая того, да. Так, я просто отвечаю Ивану, поэтому иногда провисаю здесь это по разговору. Вот, сейчас продолжим. Сергей не появился? Нет, его нет. Ну, я предлагаю тогда в продолжение мысли послушать еще одну, тоже композицию. Это уже знакомый тебе Александр Зеленюк, это вот с будущего альбома, рабочее название после всего. Сама композиция, она в трех вариантах. И первый немного новогодний какой-то там начало получилось. Мне что-то не понравилось, мы начали переделывать. Естественно, это, ну, рабочий вариант, который вообще не факт, что пойдет в альбом, ну, может, еще куда-то. Единственное, сейчас, если начну, я не с того, значит, остановлю. Называется нейтронный параллакс, ну, то есть, вот уже название говорящее. И, собственно, Александр Зеленюк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вначале, конечно, некое такое новогоднее вкрапление было. Вот, ну, по-моему, вот тоже все это, можно сказать, практически то же самое, только сделанное чуть-чуть по-другому. Да, есть такое. Единственное, что не очень хорошо слышно, тут можно надеяться на то, что когда уже на YouTube будет готовый видос, то там, может быть, будет лучше звук. Я поясню, ну, YouTube, ну, это прямая трансляция, то есть, она сразу идет в эфир, и это есть уже готовый видос. Да, здесь, конечно, мы, потому что мы маленько по другой связи, а там я, ну, не через динамики звук идет, а напрямую с компьютера на YouTube, ну, вернее, не напрямую, через EBS студию, естественно, да, там и с этим все нормально. Плохо могут быть наши голоса, но музыка должна нормально звучать. По крайней мере, ну, сольный эфир, когда я делал, с этим было все хорошо. Так, что-то Сергей не отвечает, к сожалению. А, он отключился, я попробую ему еще раз набрать. Тогда мы сможем продолжить. Ага, Сергей. Да. Да, 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 к сожалению, пропал. А ты слышал сейчас последнюю композицию? Звучал. Да, 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 слышал. Вот, ну, и в целом, вот мы с Александром тоже разбираем, что и его композицию, которую, я не знаю, ты не слышал, когда я ее включал перед тем, как тебе звонить? У тебя не был включен YouTube? Не было. Ну, это все, в общем-то, достаточно близко. И то, что было 20 лет назад, и то, что твоя, и вот Сашина, она тоже записана буквально в эти дни, то есть, как будто пространство даже одинаково отработало. Ну, по крайней мере, ты можешь как-то либо согласиться, либо нет, либо что-то от себя на этот счет добавить? Нет, ну... Я, кажется, поставил ступень. Нет, что-то. Так. Ну, тогда, к чему мы будем двигаться дальше? Да, что касается проекта Компошенайзер, я, к сожалению, здесь не могу включить на своем канале. Вот, поэтому, конечно же, всем рекомендую просто найти, ну, YouTube, послушать. И вот именно Компошенайзер, это, в общем-то, вот, может быть, квинтэнсенция всей этой музыки, что мы сейчас, ну, и не именно этой, а подобной, слышали. Потому что там, в общем-то, я считаю, до какого-то такого нового абсолютно доведено. Ну, вот, я думаю, Александр, как вот твое мнение? Да, безусловно, это что-то новое и интересное, и, конечно, это можно сравнивать с Росбиталис, ну, хотя бы по той простой причине, что один из важнейших ключевых участников Росбиталис присутствует в этом проекте. И в то же время, конечно, это что-то другое, это что-то новое, и, конечно, за участники здесь видно, что могут как-то по-своему себя проявить в этом проекте. Так, ну что, наверное, тогда, если есть какие-то мысли, пожалуйста, если у меня, ну, просто у меня пока нет вопросов, тогда я буду ставить музыку. Как лучше? Можно музыку ставить. Да, я, честно говоря, понимаю, что сейчас уже за почти 6 часов в эфире я почувствовал усталость. Вот в чем дело, поэтому, честно об этом говорю, и мне, в общем-то, легче, конечно, там иногда делать паузы такие. Вот, единственное, надо решить, что мы послушаем. А давайте, наверное, еще есть один коллектив. Нет, давайте-ка, знаете, что именно Ивана Розмаинского, в общем-то, с альбома, который третий. 3 января появится на YouTube, на моем канале, все ничего, вообще ничего не прозвучало, а включал я именно все-таки с предыдущего, ну, хотя и последний концерт по крови, а вот который «Слон до неба», 2017 год, ничего не прозвучало. И тогда, наверное, в конце, насколько я помню, там длинная композиция, ее тоже поставлю и попытаюсь тут как-то себя чуть-чуть в порядок привести, там, до ванной дойти. Так, значит, второй альбом с сольной фортепиано Ивана Розмаинского, последняя композиция с этого альбома. А, это трибют, King Crimson, вот, Summer, да, Summer и 17, я не знаю, как там по-английски произнести, я думаю, кто-то, может быть, мне даже поможет. Вот, поехали. Ивана Розмаинского, последняя композиция с этого альбома, последняя композиция с этого альбома. Ивана Розмаинского, последняя композиция с этого альбома. Ивана Розмаинского, последняя композиция с этого альбома. Играет музыка 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 Играет музыка